Глава 12. В первый же день в Ленинграде я пошла к Ане Андреевне. Конечно, Лёва был там и ждал меня, конечно, он пошел меня провожать. Как я рад, как соскучился, я уже хотел ехать в Москву. Мы пошли на Васильевский остров. Осмёркин дал мне ключ от своей мастерской в Академии художеств, а сам оставался еще в Москве. Я там хорошо жила, никто нам не мешал. Лёва повзрослел, поумнел, ему уже было 25 лет, и разговоры стали интереснее. — Я целый народ открыл за Байкалом, — радовался он. А я тревожусь в ожидании моей первой публикации. Не пропустила ли я что-либо в верстке? В университете Лёвина дела теперь были хороши. Староста курса подошла к нему, посмотрела на него своими черными глазами, она еврейка, и предложила напечатать статью в курсовом журнале. Он охотно согласился. — Говорили мы о Мандельштамах. Ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как Осип Эмильевич приехал в Ленинград за денежной помощью. Лёва не совсем одобрительно отозвался о нем. Слишком цепляется за жизнь. Мы недостаточно хорошо понимали, что последние месяцы жизни Мандельштама на воле были уже его агонией. Поэт чувствовал верхним чутьем, что он погибает, но не хотел этого знать. Все его поступки в этот год были не поступками, а судорожными движениями. Разговор перешел на религиозное чувство смерти. Лёва говорил о монистическом сознании Мандельштама, а христиане — дуалисты. Дух — это одно, вплоть другое. Только при таком понимании могло и явиться учение о бессмертии души. Каждый день, кроме архива, я ходила один раз к Эйхенбауму, другой раз к Рудаковым, третий — на фонтанку к Анне Андреевне. В конце недели мне предстоял совершенно свободный вечер. Я звоню Лёве, зову его прийти пораньше и слышу ошеломивший меня ответ «Я не могу, я иду в гости». Как это «в гости»? Я прямо зашлась от негодования обиды. Чем дальше, тем больше. Удовольствие сидеть в чужом городе, в пустой мастерской, в полном одиночестве. Я была вне себя. Наконец ему пришлось сказать «Ну, я не в гости иду, я иду в церковь». Оказывается, дело было 6 января, то есть в Сочельник. Я хорошо знала эту дату, но тут в Ленинграде потерялась счет дням. Потом, когда мы помирились, он меня нежно корил. Эх, заставило меня по телефону сказать про церковь. Да, опасности подстерегали его со всех сторон. Прочел мне свои стихи из какой-то поэмы или даже исторической трагедии. «Наши руки сильны» и так далее. Я не помню слов. Это был какой-то монолог пленного воина. Рассказывал «Ребята кулаки сжимают, когда я им это читаю». Вот так. Он студентам такие свои стихи читает. У меня холодок пробежал по спине. Это уже не те шалости, о которых он не рассказывал еще в Москве. Студенты распевали хором стишки, обращенные к их командиру, ведущему в университете военное дело. В те годы обращение к такому чину в Красной Армии было, кажется, товарищ командир. Ну, а Лева сочинил «Господин полковник Мэй, водки ты себе налей и селедок не жалей». Или куплеты с припевом «Шабаши нам нужны». Упомянул он об одной востоковедке. Она его учит японскому языку, а он ей за это читает стихи Аннинского, Гумилевой и Ахматовой. Не понравилось мне это. Вообще, как он тут живет, я не спрашивала. Правда, в Москве в первые годы я как-то спросила, с кем он видится в Ленинграде. Он назвал имя какого-то детского писателя. Хороший писатель? Нет, плохой. Бывал также у одного художника. Хороший художник? Нет, плохой. Посещал какую-то даму. Интересная? Нет, не очень. Левушка, почему ж такие бесцветные знакомые? Таких бог послал. Впрочем, мне смутно помнится, что Лева навещал Евгения Палчи Иванова, друга Блока. Если это так, то шестидесятилетнего человека, вероятно, связывал с юношей Гумилевым общий интерес, религия, вернее, православие. Может быть, они были прихожанами одной церкви и там встречались. Теперь в мастерской на Васильевском острове Лева, в свою очередь, спрашивал меня, как я живу в Москве, но спрашивал ревниво, а я уклонялась от ответов на примитивные вопросы. Он часто глубоко задумывался, какой у нас длинный и благополучный роман, целых четыре года. Это не роман, возражаю. Объясняю. Мы редко видимся, поэтому между нами не стоит ничего раздражающего, повседневного. Если бы мы жили в одном городе, все было бы иначе. А он будто и не слышит, думает о своем. И вот о чем заводят речь. Как глупо делают люди, которые рожают детей от смешанных браков. Через каких-нибудь восемь лет, когда в России будет фашизм, детей от евреев нигде не будут принимать, в общество не будут пускать, как метисов или мулатов. В другой раз, лежа в дальнем углу на кровати Осмеркина, молчал-молчал и проронил. Я все думаю о том, что я буду следователю говорить. А я, как всегда, не задаю вопросов. Прошло недели три. Я стал собираться домой. Лева просил меня остаться еще. Не могу, отвечала я. В ленинградских архивах все уже сделано. А на самом деле у меня денег больше не было. Не могла же я сказать об этом Леве, у которого с Акселем была одна рубашка на двоих. Тут приехал Осмеркин. Он меня пригласил. Поживите у меня в гостях. Я, конечно, согласилась. Мастерская большая, помост ее перегораживает. Александр Александрович меня кормил. Неплохо мы с ним жили. Он человек шумный, открытый, компанейский. Вечером гостей приглашал. Лева приходил ко мне днем, когда Осмеркин был в Академии. Позвали мы с Александром Александровичем Анну Андреевну вместе с Пуниным. Я заехала за ней. Пунин должен был прийти прямо из Академии. Мы с Анной Андреевной много прошли пешком через один из больших садов, потом по Невскому. И опять я остро чувствовала город. Эту плоскую мостовую, мягкую зиму, серое небо, влажный ветер и необычайно угрюмые, озабоченные, даже изнуренные лица прохожих. Анна Андреевна никого не замечает. Она думает о своем, вернее, продолжает какой-то разговор сама с собой. Мы идем по бульвару Большой Линии, а она говорит о блоке, о моем любимом стихотворении, своими горькими слезами. Анна Андреевна сердит и остроумно ругает его. Какое противное стихотворение, говорит она. Скажите, пожалуйста, она плачет и клянет его, а он... Ветром, буйным ветром, встречным, мое лицо опалено. С непередаваемым юмором, даже сарказмом, она цитирует заключительную страфу, комментируя, какое мужское самодовольство. Не знаю, я забыл тебя. Вероятно, Анна Андреевна думала в эти дни о Пунине, не далее, как осенью того же года они окончательно разойдутся. А еще недавно в Москве, долго говоря о нем, она как бы вскользь заметила, которому я так надоела, и провела рукой у горла. Мне рассказывал Харджиев, как в том же январе 1938 года в Ленинграде Пунин прочел свой новый рассказ о любви. — Вы думаете, это про меня? — спокойно обратилась Анна Андреевна к Николаю Ивановичу. — Это совсем про другую женщину. Но когда мы ужинали в мастерской Осмеркино, никаких шероховатостей между Пуниным и Ахматовой не было заметно. Напротив, в мастерской был рынок, кажется, Андреевский. Я там что-то купила, приготовила закуску, подводку. Сделала это неумело, но все отнеслись ко мне нисходительно. В разговоре вспомнили Леву, говорили о нем, как о мальчике. Я подло поддерживала этот тон. Когда они уходили, я сострила. — Александр Александрович, вы пойдите проводить гостя, а я пока уберу наше гнездышко. Прибрать в этом гнездышке было невозможно. Прямо на полу, в углу, возле печки была сложена поленница дров. Сборная посуда хранилась в простецком деревянном шкафу, выкрашенном в черный цвет. Над изголовьем железной койки висел огромный амур, на котором под слоем пыли поблескивало позолото и так далее. Но пошутила я неосторожно, забыв о миазмах, пропитывавших атмосферу вокруг Ахматовой, так же, как раньше у Мандельштамов на Щекинском. Каждое слово подхватывалось и фигурировало в пересказе в нужном контексте. Имею в виду только сферу личных отношений. На следующий вечер был у нас Лева. Он пришел с приятелем-ровесником, Вовкой Петровым, в будущем известным искусствоведом. Очень розовенький мальчик. В хорошеньком тепленьком пальто с дорогим меховым воротником. Чем больше пил, тем бледнее становился. Наконец стал белым, как скатерть. Когда они ушли, мы хохотали, представляли себе, как Вова в других разных случаях выглядит. А Смеркин повторял. А он все бледнеет и бледнеет. Хохотун на нас напал. А ведь юноше, вероятно, просто нельзя было пить. Я говорю, а у Левы какой-то землистый цвет лица по сравнению с Вовой, прямо испятое лицо. Что ж вы хотите, ведь он прошел огонь и воду, и медные трубы. Не знали мы тогда, что это только начало Левиного пути, самое страшное еще впереди. А что это за клок у него висел на куртке? Это его старая-старая куртка, из нее вата вылезла. И никто не зашьет? А Смеркин все возвращался к внешности Левы, оценивал ее как художник. У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны. Ни с того ни с сего Асмеркин выдумал ухаживать за мной, и очень настойчиво. У нас с Леной этого не водилось никогда. Ее муж был для меня как брат или родственник. Но у него в это время были какие-то счеты с женой. Недаром он меня уговаривал. И с Леной будет интереснее отношение. Может быть, ему было бы интереснее, но мне эта перспектива была совсем неинтересна. Мой равнодушный отказ его обидел, и, увы, он стал с тех пор моим врагом. И это имело для меня неприятные последствия. Пора было ему в Москву, и, естественно, я с ним уезжала. Накануне отъезда условилось с Левой, что он придет в 10-11 часов утра. Он запаздывал, и я с непонятным чувством облегчения решила уйти. Предварительно позвонил Николаю Ивановичу. Он остановился у своих знакомых. Я хотела с ним повидаться. Но он стал кривляться, капризничать. «Зачем вы меня разбудили?» Я рассердилась и ушла в Эрмитаж. Сегодня уезжать, а я не успела даже походить по музеям, посмотреть хотя бы Рембрандта. Я ушла. После обеда у Осмеркина был какой-то художник. Скучный, скучный. Пришел Лева нас провожать. Я ушла с ним за помост поговорить на прощание. Он злился. Я мчался, торопился, не завтракал. И что? Поцеловал замок. Говорил бледный, злой. А Осмеркин поглядывал на нас ехидно. Поехали на вокзал. Лева держал в руках черный жестяной поднос с яркими цветами, который Осмеркин высмотрел и купил на базаре. Когда мы сели в вагон, а Лева стоял на перроне под окном вагона, я вышла на площадку, хотела с ним проститься. А Осмеркин за мной. Лева увидел, бросился ему на шею с преувеличенной нежностью. Пришлось мне с Левой прощаться при Осмеркиной. Так мне и запомнилось широкое белое лицо Левы, кривая лицемерная улыбка и дурацкая куртка. В купе Осмеркин дразнил меня под видом сочувствия. Вы грустная, вам жалко расставаться с Левой, да? А в Москве, говорил Лене, Эмма так влюблена в Леву, а он даже со мной нежнее прощался, чем с ней. Все-таки я была довольна своей последней встречей с Левой, несмотря на неудачное прощание. Шероховатости, неизбежные при его характере, да и при моем, не заслоняли своеобразного и глубокого чувства, связывающего нас. Когда-то в юности я мечтала, что встречу мужчину, который будет опорой, духовным руководителем, другом и защитником. Эта мечта давно была забыта. Не было вокруг меня мужчин, живущих большой и ровной творческой жизнью. Все, с кем можно было найти общий язык, были неврастенниками, усталыми и неудовлетворенными людьми, или застывшими, подменяющими условными рефлексами движения живой души. А главное, все они были заняты только собой. А если так, то Лева, со своими порывами и бестактностями, даже и не претендующий на то, чтобы проникнуть в мою внутреннюю жизнь, был гораздо приемлемее для меня, чем эти странные создания. Он мне был дорог, как друг, которого я любила, редко видя. Я любила его мысль, высказываемую всегда с изящным и своеобразным лаконизмом, унаследованным от матери, его мужественную, как у отца, поэтическую взволнованность, благородство, с каким он нес свое тяжкое бремя, сравнимое с исторической судьбой преследуемых малолетних претендентов на престол. Я ожалела его и про себя называла почему-то по-французски «виктим» — «жертва». Впрочем, на этот раз, повторяю, я была обнадежена. Казалось, что и его жизнь, и моя меняются к лучшему. Какое странное легкомыслие. Я много раз потом наблюдала подобное явление. Перед катастрофой почему-то охватывает чувство счастья. Например, в ночь на 22 июня 1941 года мне снился особенный, блаженный сон. А Смёркин опять уехал в Ленинград. Я пришла к Лене ночевать. К ней набежало на огонек несколько знакомых. Мы ужинали, смеялись, веселились. На этой волне мы держались и по возвращению в Москву Александра Александровича. Когда в начале марта Лена опять проводила его в Ленинград, не прошло и двух-трех дней, как она сообщила мне по телефону. Только что звонил из Ленинграда Шура и велел тебе передать, что Лёва уехал. Куда уехал, спрашивать не надо было. Это арест. Вечером я ринулась к Николаю Ивановичу. Застал его на кухне одного в пустой маленькой квартире. Он жарил себе картошку. Посадил меня на чистый табурет, выслушал мою новость, вскрикнул, но потом сказал, вы знаете, я должен всё-таки поесть. Я целый день ничего не ел. Недолго он подкреплялся. Затем повернулся ко мне. Это его невеста. Вы ведь знаете, что у Лёвы была невеста? Мы перешли в комнату. Николай Иванович молчал, думал, смотрел своими огненными глазами. Он пропал. Я собрала все свои силы. А какая же у Лёвы была невеста? Как же? Он позвал меня и Анну Андреевну и пригласил её. Это были как бы смотрины. Николай Иванович вернулся из Ленинграда позже меня дней на десять. Она в очках, довольно красивая. Нам очень не понравилось. Мы ему сказали это, и он как-то очень скоро согласился с нашим мнением. Он за ней ухаживал, но не видно было, чтобы уж так сильно был в неё влюблён. Зато она монгольская княжна. Хоть и монгольская, но всё-таки княжна. Через много лет Николай Иванович напомнил мне о вырвавшейся у меня в тот вечер фразе «Вы не знаете, Лёва мне очень близкий человек». Но я не напоминала ему о его тогдашних словах. Эмма Григорьевна, вы его больше никогда не увидите. Строго он это сказал. Он ошибся. Мы видели на протяжении многих лет человека, носящего имя Лев Николаевич Гумилёв. Но хотя мы продолжали называть его Лёва, это был не тот Лёва, которого мы знали до ареста 1938 года. Как страдала Анна Андреевна от этого рокового изменения его личности. Незадолго до своей смерти, во всяком случае в последний период своей жизни, она однажды глубоко задумалась, перебирая в уме все этапы жизни сына с самого дня рождения, и, наконец, твердо заявила, нет, он таким не был. Это... мне его таким сделали. Николай Иванович жил в Марьиной роще. Возвращение от него трамваем через весь город было длинным, продолжалось чуть ли не час. Я все думала, думала и не могла прийти в себя. Жалость, гнев на ГПУ, а вместе с тем это невеста. В глубине души я догадывалась, что весь этот спектакль со смотриными был нарочно устроен, чтобы отомстить мне за несостоявшееся последнее любовное свидание. Я была уверена, для того он и пригласил Николая Ивановича, чтобы тот, вернувшись в Москву, тотчас рассказал мне об этом. А он и не подумал. Совсем другие у нас с ним были разговоры. Приехав домой, я опустила голову на ручку кресла и заплакала открыто, горестно, как не плакала с самого детства. Вскоре Осмеркин вернулся в Москву, и, по словам Лены, говорил, «Анна Андреевна и Анна Евгеньевна так растерялись, что все торопили меня, немедленно сообщите Эмме». А чем Эмма могла им помочь? Он два дня просидел у них. Анна Андреевна была совершенно в бреду. Все время называла какую-то женщину. «Зина, Зина, что ли?» Моя Елена категорически отказала мне в своем сочувствии. «Все это к тебе не имеет никакого отношения. Это невеста, Зина какая-то. Причем тут твоя случайная связь с ним? Забудь про все это». Был март, двадцатые числа. Я с ума сходила, так хотела знать, что происходит в Ленинграде. Между тем меня пригласили в Лермонтовскую комиссию сделать доклад. Николай Иванович помог готовиться. Заседание было назначено на 9 апреля. Незадолго до этого я встретила на улице Ираклия Андронникова. Он только что вернулся из Ленинграда. Я была еще в зимнем пальто, а стало неожиданно по весеннему тепло. Я шла рядом с Ираклием, еле-еле дослушала его рассказы о Пушкинском доме и вдруг спросила, «Вы не знаете, что там слышно с сыном Ахматовой?» Он посмотрел на меня изумленно. Он ничего не знал. И мы продолжали говорить дальше на наши веселые темы. Я изнемогала от жары и тревоги. В это время Мандельштам уезжали в санаторий, в Саматиху, все еще на что-то надеясь. А Надина старшая сестра Аня тяжело болела в Ленинграде, где она жила в полутемной комнате в квартире родственника Хазиных. У нее был рак. В июне Евгений Яковлевич поехал к ней. Вскоре Анна Яковлевна умерла. Похоронив сестру, Евгений Яковлевич вернулся в Москву. Позвонил мне в тот же день. «Как всегда, увидимся днями. Перед вечером я к вам приду». Я не могла ждать. Стала настаивать. «Сегодня же, сейчас. Встретимся на улице. Я с вами пройдусь». Он волей-неволей согласился. В это лето на бульварах сняли все скамейки. То ли их взяли в ремонт, то ли сняли в наказание за то, что москвичи оплакивают бульвары. Сталин вздумал их снести по плану реконструкции Москвы. Поговаривали шепотом, что он боится баррикад. Был такой эпизод. Какой-то старичок сидел на бульваре и жаловался, жаловался. Неужели и скамейки снесут? Его арестовали за это. Итак, мы с Евгением Яковлевичем встретились на Большой Дмитровке, пошли ходить по бульварам. Он, естественно, был потрясен своей утратой. Все рассказывал и рассказывал, как страдала Анна Яковлевна, как за ней ухаживала Анна Андреевна, как умирающая подарила ей свои бусы и как сестру хоронили. Только мы трое — Надя, я и Анна Андреевна. Был еще тот дядюшка, но это не в счет. И вскользь, говоря об Ахматовой, Евгений Яковлевич обронил несколько слов. А так как Льовина дело передано в военный трибунал, я покачнулась. Стала его воспрашивать, но он упорно продолжал о своем, не хотел добавить ни одного слова о Леве, и все говорил об Анне, которую и я знала и любила, но не могла сейчас о ней думать. Ноги подкашивались. Мне казалось, что я упаду. И мы ходим, и ходим по бульвару, и нигде ни одной скамейки. Так прошло все лето. Я жила воображением, рисовавшим физические пытки и нравственные муки Левы. То вдруг на меня находило облегчение, казалось, что вот сейчас, в эту минуту, ему лучше что-то произошло. Каждая женщина знает это сумасшествие и бессилие, когда сидит кто-нибудь из близких. Только мне никто не сочувствовал. 1 октября 1938 года у Лены в семье произошло огромное несчастье. Скоропостижно умерла их 25-летняя сестра. После похорон мы все сидели в большой мастерской Александра Александровича. Поминок не было. У евреев не полагается, и это ужасно. Родители сидели с мрачными, безжизненными лицами. Лена иногда принималась громко рыдать. Шура ее успокаивал. И вдруг, находясь в углу этой большой комнаты, когда я сидела на помосте в другом углу, Лена громко и ясно обратилась ко мне. Да, Эмма, Лева осужден на 10 лет. Но московский прокурор опротестовал приговор. Он нашел его слишком мягким, так что его, наверное, расстреляют. Голова у меня закружилась. Я вышла в соседнюю комнату. Через некоторое время туда пришла Лена. Я. Леночка. Но она ответила жестко и громко. Я сейчас не желаю об этом говорить. И какое тебе дело? Это не твое горе. Оказывается, для горя тоже существует табель о рангах. Вскоре в Москву приехала Анна Андреевна хлопотать. Нет, конечно, Анну Андреевну я видела в Москве несколько раз до того, как услышала протести прокурора. Она пришла ко мне, и по ее требованию мы вместе бросали в мою маленькую кафельную печь Левины письма и стихи. Анна Андреевна опасалась, что ко мне придут с обыском, а они не должны были иметь в своем распоряжении ни одного лишнего слова, хотя бы самого невинного содержания. На такую удочку попадалось много наивных людей. Мне нечего скрывать. Я ничего такого не говорю, не пишу и не делаю, говорили честные советские люди. А такого? И не надо было органам. Им бы хоть за что-нибудь уцепиться, а потом ошеломить подследственного именем далекого знакомого или упоминанием совсем мелкого события из его повседневной жизни. Выдержав такое собеседование, допрошенный думал, они все про нас знают. Опытные люди выработали в ответ на это свое правило самообороны. Они вообще ничего не должны о нас знать. Анна Андреевна сама кидала в печь Левины письма ко мне. Их было не так уж много. Полетело то, которое я назвала уже историческим, описывающее травлю его в университете, и то первое, которое я запомнила из-за выражения «Погода плохая, водка не пьяная». И то, которое запомнила моя Лена, потому что в нем Лева с большим пониманием и одобрением писал о пушкинском спектакле, поставленном Диким и оформленном Осмеркиным. С трудом горели и толстые листы из альбома для рисования. Это была вся отравленная туника Гумилева, переписанная рукой Кузина. Он когда-то одолжил мне этот альбом, но вскоре его арестовали, рукопись осталась у меня. Теперь она тоже сгорела. Когда было это аутодафе, я не помню точно. Вероятно, уже после того, как я ошарашила Андроникова своим упоминанием об аресте сына Ахматовой, но до того, как Евгений Яковлевич, его мать и приехавшие в Ленинград Надя шли вместе с Анной Андреевной за гробом Анны Яковлевны Хайзиной. Осип Эмилич уже не мог приехать на эти похороны. Он сидел в бутырской тюрьме. Ужасный 1938 год казался в моих воспоминаниях гораздо длиннее, чем это было в действительности. Только по некоторым своим документам я устанавливаю, как было спрессовано для меня время в ту пору. 9 апреля я делаю доклад в Лермонтовской комиссии Института мировой литературы. Сообщаю о новых найденных мной документах. Оказывается, друг Лермонтова, князь Трубецкой, совсем не тот великосветский хлыщ, стереотипный образ которого создал Щеголев в блестящем, но неверном очерке «Любовь в Равелине». Меня называют поэтом архивов, и я прошу командировку в Олубку в Оронцовский дворец. Дело в том, что Трубецкой в конце своей короткой жизни породнился с графом Воронцовым, сыном пушкинского полумилорда-полуподлеца. Институт имли даст мне командировку, но только глубокой осенью, уже в ноябре, чтобы, не дай бог, я не провела на казенный счет лета или бархатный сезон в Крыму. А в начале октября, как мы уже знаем, я услышала у Осмеркиных о протесте прокурора на десятилетний приговор Лёве. До этого протеста у Анны Андреевны было свидание с Лёвой в тюрьме. Она мне рассказывала. Лёва сказал «мне, как рада, куда ли десять лет?» И еще «мамочка». Я говорил «как Димитров», но никто не слышал. Он не хотел убивать мать своим видом и надел на шею чей-то шарф, чтобы быть красивее, как он выразился. Прощаясь, сказал Блоковская. «Я не первый воин, не последний. Долго будет Родина больна». В течение своего рассказа Анна Андреевна обронила «Лёва вам кланяется». Таким «делано небрежным тоном», говорят дамы при коротком светском визите. Трудно было понять, сказана эта фраза из снисхождения ко мне или из опасения за гордость угнетенного сына. Поэтому, когда пришло время отправления Лёвы по этапу в лагерь, и Анна Андреевна дала мне адрес пересыльной тюрьмы со словами «теперь вы можете ему написать», я долго сидела перед листом чистой бумаги и не могла найти нужных слов, потому что любовь моя была поругана. Так я ему тогда и написала. Слова утешения нашла значительно позже, в сороковом году, и я послала их в Норильск, но до этого утекло еще много воды. Надя все еще, проклятый 1938 год, мучается вопросом, за что Осю взяли. Она ночует у меня и все думает-думает, почему же ее, Надю, не арестовали вместе с ним. В последние дни в соматике у них в комнате, признается она мне, было какое-то приключение с пришедшей к ним гостья-отдыхающей. Гостья была не более, не менее, как секретарь райкома партии. Если причиной ареста был ее донос, то взяли бы и ее, Надю. Мучается Надя, тоскует. А я еду в Крым, поездом до Севастополя. Езды больше суток, может быть, двое суток. Все места, конечно, заняты. Мужчины ходят в вагон-ресторан, возвращаются пьяные, заводят фамильярные знакомства с попутчицами, но почему-то быстро ссорятся с ними, сварливые люди. Я вне этого всего. Лежу на своей нижней полке, читаю книгу. А мой визави косо смотрит на меня, подозрительно смотрит. Наконец возмущенно произносит, «Разве можно такую книгу читать лежа? Ее надо изучать, конспектировать. Это такая глубина мысли». А дело в том, что я решила эти пустые двое суток потратить на чтение обязательной литературы и взяла с собой только что вышедшую историю ВКПБ. В Севастополь мы приехали ночью. Вокзальный буфет был ярко освещен, народу за столиками довольно много, но не слишком. Однако в зале царило странное оживление. Официант был явно возбужден, перекидывался репликами с проезжающими. Но главное его внимание сосредоточено на служебном помещении, куда он бегал за едой. Потеряв всякий контроль над собой, он горячо кричал буфетчице. «Ты только ничего не подписывай! Главное, не подписывай!» Среди пассажиров за столиками много военных. Это Севастополь. И во всей этой привокзальной суете выделялись две скромно одетые девушки, вернее девочки, спокойно пьющие за столиком пустой чай. Это были явно местные жительницы, вышедшие на свой привычный ночной промысел. Тоска. До Алубки мы ехали автобусом. Он тоже был набит военными. Из штатских ехали только женщина с молоденькой дочкой и я. С девушкой заигрывали. Проехали знаменитые Байдарские ворота. Для меня название служило горьким напоминанием. В двадцатые годы, во время НЭПа, советские служащие ринулись в Крым и на Кавказ проводить там отпуск. Сколько я помню гордых и самоуверенных секретарш, ездивших к Черному морю со знакомым. Мой старший брат ездил с женой, а целый год они копили для этого деньги, экономя на трамвайных маршрутах, где оплата была в зависимости от расстояния. По возвращению в Москву с восторгом рассказывали о Байдарских воротах, об удивительном, открывающемся оттуда виде. И моя сестра, которую наш отец отправлял в Ялту, в дом отдыха совнаркома, рассказывала о них. И папа рассказывал, когда возвращался с юга, привозя великолепные фрукты и плоды, виноград, груши, дюшес, абрикосы, дынь. Я же не ездила никуда, ведь я всегда была безработной. Въезжая в Алубку, мы уже издалека услышали шум, хоровое пение, какие-то причитания. Оказывается, в ближайшем доме отдыха был день отъезда одной из групп. Остающиеся устраивали им проводы по установившемуся ритуалу, плакали, притворно утирая слезы, не давали двинуться машине с уезжавшими, в общем, кривлялись. Другие не участвовали в проводах, а прогуливались неподалеку и пели любимые советские песни. Увы, это был дом отдыха ГПУ. Но состав отдыхающих был явно третиразрядный. На дворе стоял мороз. Женщины гуляли по пустому пляжу в фетровых ботах и зимних пальто. На мерзлых дорожках изредка появлялись одинокие фигуры мужчин в военных шинелях. Об утесы безостановочно и неотвратимо бьется темная и высокая волна. Дует Норд-Ост. Я смотрю на это грозное море и думаю о плавающих и путешествующих. В музее я сижу в большом холодном зале, уставленном высокими застекленными запертыми шкафами. На столе лежат проработанные уже издания из богатейшей воронцовской «Россика» коллекции иностранных книг о царской России. Я переписываю от руки письмо Трубецкого, которое опубликовала только через полвека. Неожиданно за дверями слышится громкий говор. В библиотеку стремительно входит невысокого роста плотный человек, с ним жена. Сотрудник музея достает из шкафа книгу, очень любезно подает ее вошедшему и уходит в соседнюю комнату. Новый читатель, не снимая пальто, стоя разглядывает книгу, бурно радуется, показывает какие-то страницы жене. Затем обращается ко мне, незнакомому ему человеку, и с энтузиазмом объясняет, в чем заключается интерес и значение этой редкой книги. В глазах его светится напор внутренней энергии и доброжелательность к людям. Через минуту я понимаю, что со мной беседует Самуил Яковлевич Маршак. Но он уже порывисто уходит, увлекая за собой жену. Внизу их ждет машина. Очевидно, они в Алубке проездом возвращаются из Крыма в Москву. Мне подают письма императрице Александры Федоровны к сестре Трубецкого. С 1851 года она — графиня Воронцова. Я не могу переписать их самостоятельно. Мелкий почерк, скоропись, по-французски. Я не настолько хорошо знаю язык. Есть ли еще материалы? Есть, но они хранятся в башне. А кто ж туда полезет, когда такой норд-ост? Бедному жениться и ночь коротка. Моя поездка в Алубку в такое позднее время года оказалась наполовину бесполезной. Глава тринадцатая. В моем распоряжении несколько опорных дат на документах, свидетельствующих о фоне, на котором протекали такие важные события, и общие, и мои личные. Первое. На копии письма Трубецкого, снятый мною в Алубке, штамп Воронцовского музея с датой 17 ноября 1938 года. Второе. А уже 20 ноября в том же году я в районном народном суде выигрываю гражданский иск, поданный клиникой ВИЭМа, Всесоюзный институт экспериментальной медицины, на всю нашу семью об изъятии у нас двух комнат. На суде выяснилось, что мы живем не общим хозяйством, а каждый из нас самостоятелен и имеет свою отдельную жировку на комнату. Суд отказал ВИЭМу. Третье. Но ВИЭМ подал на кассацию. 30 декабря 1938 года я являюсь к районному прокурору Москворецкого района по его вызову. Оказалось, прокурор «женщина», злая, кровожадная, грубая, объявляет, что как не имеющая никакого отношения к ВИЭМу, я подлежу выселению в административном порядке. Четвертое. Мы все заняты писанием справок о том, что в 1920 году мой отец сдал домоуправлению домоуправлению пятикомнатную квартиру на Малой Дмитровке, теперь улица Чехова. И с этими справками в руках мой отец обходит жильцов этого дома, которые подписывают их как свидетели. Пятое. В эти же дни я получаю повестку из Пушкинского дома на 20 января 1939 года. Там я впервые буду читать большой доклад о Лермонтовском кружке 16. Следовательно, я еду в Ленинград, где, само собой, разумеется, побываю у Анны Андреевны. Второй раз в 1939 году я приезжаю туда в ноябре. Но я много раз до того виделась с Ахматовой в Москве. Она приезжала хлопотать о Лёве. А процесс о выселении длился еще два года и закончился в 1940 году тем, что мы сдали одну комнату. Больше всего страдали мой отец и я. Отец морально, а я в постоянном трепете из-за преследования и перспективы поселиться в одной комнате с мамой. Сестра, живущая с мужем и маленьким сыном в одной комнате, практически была в безопасности, хотя и ее таскали по судам и прокурорам. Мой младший брат, в сущности, не жил с нами, так как переехал вместе со старшим братом в его новое двухкомнатное жилье. Он, как говорится, прикипел ко всей этой семье, а комната на щепке за ним только числилась. Все они нормально где-то работали, имели соответствующие справки. Я же была совершенно беззащитна. У меня не было удостоверений, которые давали бы мне какие-нибудь права. Меня считали неработающей. Вот уже 10 декабря 1938 года заведующий отделом рукописи Государственной библиотеки имени Ленина выдает мне для представления прокурору Москворецкого района справку, что я работаю по договору над обработкой рукописи и веду самостоятельную научно-исследовательскую работу. Никакой юридической силы такая справка не имела. А другой у меня нет. Вот уже год спустя я получаю отношения в райжилотдел Москворецкого района с просьбой о переводе меня на срочный учет и удовлетворении меня жилплощадью в 1940 году. Это пишет областное бюро секции научных работников, куда меня, очевидно, приняли в начале 1939 года. Но членство в секции научных работников имеет деловое значение только для состоящих в штате какого-нибудь научно-исследовательского учреждения. На заседании Народного суда адвокат Виэма, оценив мою бесправность, наседал в своей речи на то, что я не замужем. Он подчеркивал свое уважение к моей сестре, законной жене благополучного мужа, матери законного сына, в то время как я, по его мнению, существо второго сорта. Он всласть иронизировал и был уверен, что и судьи разделяют его взгляды. Про женоделы и прочие свидетельства равноправия женщин в нашем социалистическом обществе он, будь то и не знал. А я на этом построила свое выступление, очень твердо напомнив, что время беспреданницы старых дев прошло, что я самостоятельный человек, у которого есть профессия, и поэтому имею право на отдельную комнату. Запомнила брошенный на меня взгляд народной заседательницы, полный уважения и даже благодарности. Вообще, профессиональный уровень юристов был очень низким. В какой-то момент этой двухлетней эпопее мы подавали челобитную в ЦК в ЭКПБ. Ее писала я. Но перед подачей решили проконсультироваться с квалифицированным юристом-жилищником. Читая наше заявление, он поражался, кто это писал, как все правильно, как логично. А это было всего-навсего толковое изложение дела. Помню посещение уже в 1940 году какого-то важного прокурора. Там была полная разнузданность, уже с антисемитской ноткой. Прокурор, издеваясь над чадолюбием моего отца, вселившего всю свою семью в больничную квартиру, а куда же было ее девать, жалчно поминал библейский патриархальный инстинкт. Моего отца они сняли с работы в консультации профессоров Кремлевской больницы, никогда Александру Юльяновну Каннель за год до ее кончины лишили места главного врача не после ее смерти, но его все реже и реже стали приглашать на консультации. Папа ездил теперь часто не на служебной машине, а на метро и троллейбусе, на Новодевичье кладбище вместе со своим старшим внуком, нашим Сережей, или в тот же Мамоновский переулок Каннелем, потому что был очень привязан к дочерям Александры Юльяновны Дине и Ляле и даже к ее внуку, старшему сыну Ляле Юре Герчикову. В этом доме, конечно, постепенно все рушилось, пока не завершилось известной катастрофой, арестом Дины и Ляле летом 1939 года. Но еще раньше одно происшествие в нашей семье показало моему отцу, как меняется время. Жена брата, сталинистка Надя была неисправимой демократкой. Сережину няню, глупую и уродлива некрасивую Аришу, она опекала как родную. Надо было видеть, как нянчилась она с этой нянькой. Та завела роман с молодым парнем, дворницким сыном. Надя уходила из дому, чтобы устроить их счастье. Возмездие не заставило себя ждать. Однажды Ариша пришла к своей хозяйке и в слезах сообщила о беременности. Между тем парнишку призвали в армию и Надя полное сочувствие к одинокой женщине дала и деньги на аборт. Ариша уехала в отпуск. Неожиданно раздался междугородний телефонный звонок. Подзываю брата. Я видела, как он разговаривал с выражением полного недоумения на лице. Это была Ариша. Она обращалась к нему на «ты» и кричала. Вскоре посыпался град безграмотных писем, кем-то написанных по установленному опытными вымогателями образцу. Для вязьей убедительности указываю источная дата, когда произошло мнимое происшествие. Мой брат отнесся к этой истории чрезмерно спокойно. Получив повестку в народный суд, он пошел к судье до заседания и установил свое алиби, кажется, показав справку об отсутствии в Москве в указанный день. Но защитница Ариша не смутилась. Бедная, неграмотная женщина, разве она может помнить дни и числа при таких переживаниях? И вычеркнула дату из иска гражданки Грачевой. Суд, конечно, присудил брату платить алименты до достижения новорожденной восемнадцати лет. Потянулось длительное, выматывающее нервы дело. У Грачевой появился новый образованный адвокат. Он даже Достоевского читал. Указания на безобразную внешность Грачевой ловко отвел, ссылаясь на Федора Карамазова, польстившегося на Елизавету Смердящую. Так или иначе, история, воспринятая нами вначале как анекдот, закончилась тем, что из зарплаты моего брата долгие годы вычиталась третья или четвертая часть на содержание девочки Грачевой, которая была названа матерью в честь своей бывшей хозяйки Надей. Эта история оказала гнетущее действие на моих родителей. От последних иллюзий светлой новой жизни волей-неволей приходилось отказываться. Папа стал делать промах за промахом в меняющихся условиях жизни. У него сохранялись хорошие отношения с Екатериной Ивановной Калининой до самого ее ареста. Я наблюдала это, когда уже после смерти Александра Юльяновны папа опять лежал в кремлевской больнице из-за двустороннего воспаления легких. Я приходила к нему туда, и при мне его навестила Екатерина Ивановна. Я видела, как хорошо она к нему относилась, как поцеловала его, прощаясь. Но когда она ушла, папа мне сказал, что он совершил неловкость, спросил, где сейчас Михаил Иванович. Спрашивать о местонахождении такого государственного деятеля, как Калинин, не полагается. Несколько лет подряд папа проводил летний отпуск на даче или в имении Калинина, Мещеринове. Там он, как врач, наблюдал за здоровьем престарелой матери Михаила Ивановича. Однажды папа мне сказал, что неудачно выступил на каком-то юбилее Калинина. Вероятно, это было не официальное, а домашнее его празднование. Он произнес тост, непонятный для присутствующих и несколько витиеватый. В другой раз, желая обыграть свой почти преклонный возраст, он начал свою речь словами «Я здесь как самый старший». Это не понравилось Паскребушеву. Было страшновато. Кто не знает, что Паскребушев близок к Сталину, он исполнитель тайных приказов. Но пронесло. Еще одно неудачное выступление отец оказался на положении пенсионера, не дожив до семидесяти. Для его энергичной натуры, да еще придавленной горем, совершенно невозможно было существовать в бездействии. И тут выход был найден моей верной подругой Леной Осмеркиной. Вообще говоря, она была необыкновенно экспансивна в своих домашних разговорах. То произносила речи о необеспеченной старости советского человека, то замечала, что в нашем обществе нет завоеванных положений, то едко высмеивала провизию, продающуюся в магазинах, особенно ее возмутили семенники быка, появившиеся на прилавках мясных отделов. Ее домработница нередко вмешивалась в наши разговоры. «Елена Константиновна, ну скажите, кто у нас доволен? Вы недовольны?» Она имела в виду интеллигенцию. «Крестьяне недовольны, рабочие недовольны, служащие недовольны. Кто же доволен? Партийцы?» Она была простодушна, эта няня, приехавшая в столицу из Московской области. Пожалуй, не менее простодушна была и Надежда Исаковна, мать Лены, но только ее простодушие было направлено в обратную сторону. Как и многие советские люди, она старалась не верить тому ужасу, который происходил кругом, рядом. Это обнаружилось, когда Лена рассказала о письме, полученном из лагеря от одной из ее товарок. Несчастная актриса писала, что на ее лице уже никогда не появится улыбка. Надежда Исаковна вспылила. «Ах! Это красивая фраза!» Возник шумный спор между матерью и дочерью, как всегда, в повышенных тонах, но не враждебных. Они кричали, причем Елена прекрасным поставленным голосом. Мой отец старался не понимать сущности происходящего, полного перерождения той системы, которой он сознательно и идейно служил с 1918 года, хотя и был беспартийным. Помню, он был ошеломлен моей репликой по поводу выступления Сталина, очевидно, на 18-м съезде партии. Я обратил внимание на фразу генсека о немцах, в которой сквозила какая-то новая интонация. «А у нас будет союз с Германией», сказала я. Папа был поражен. Больше того, он был оскорблен. Но его реакция не была уже такой острой, как пять лет назад, когда я сказала, что Кирова убили свои. У папы уже не было сил противиться моей ереси. Однако, пока они арестовали Дину и Лялю, он допускал, что обвинения в адрес врагов народа могли быть справедливыми. И это в то время, когда в воздухе чувствовался треск раскалываемых черепов, по слову Николая Ивановича Харджиева, и люди стали похожи на червей в банке. Николай Николаевич Пунин сказал тогда впавшим в апатию друзьям, не теряйте отчаяния. Лена видела хроникальный фильм, снятый в Доме Союзов на одном из знаменитых кровавых процессов над троцкистами. Кстати, там был и Кристинский, отказавшийся на суде от своих показаний. На следующем заседании суда он почему-то стал плохо слышать. Было ясно, что в промежутке он подвергся энергичной физической обработки. Лена говорила, что особенно поразили ее конвойные, караулившие обреченных. В них не было ничего человеческого. О том же говорила ей Ирина Валентиновна Щеголева, хлопотавшая об облегчении участи своей родной сестры Муси, Марии Валентиновны Малаховской, высланной из Ленинграда как жена врага народа. Ни молодость, ни красота, ни ум, ни сердце, ни талант, ничто не действует на этих людей. По чьей воле был приговорен к десяти годам без права переписки, то есть к расстрелу. Малаховский, талантливейший художник-каррикатурист, обаятельный, артистичный, чрезвычайно остроумный человек. Александр Александрович Осмеркин его просто обожал. Мы с Леной называли Сталина антихристом. Но для нее главным в Сталине были кровожадность и жестокость, а для меня то, что он растлитель. Конечно, он такой же вампир, как и фашистский фюрер, но если идеалом Гитлера был белокурый зверь, то Сталин стремился сделать всех подлецами. Злодеев и тиранов истории видела немало, но развратителями были не все. Сталин погубил нравственно не только тех невинных, кого оставил в живых, но и людей из органов. Конечно, на эту работу шли люди, имевшие склонность к садизму, но были и такие, которые были доведены до звериной жестокости всей системой и круговой порукой всех сотрудников. Я считаю, что и такие являются жертвами Сталина. Так мы разговаривали у себя дома. Много было таких домов. Жили тесными кружками, никого постороннего к себе не допускали. Без сексотов любил каламбурить на французский лад покойный Малаховский. В поликлинике наркомпроса, где работал отец Лены, врач-терапевт, прекрасный диагност, кстати говоря, очень любимый больными, открылась вакансия директора. Там же работала в зубном кабинете мать Лены. По их инициативе моему отцу было предложено это место, которое он и занимал до самой своей смерти в 1943 году. Но именно эта работа, не связанная с Виэмом, где раньше работал отец, и поставила его под удар. Ему стали угрожать выселением. В Виэме появился новый невропатолог, приехавший, кажется, из Харькова, ему позарез нужна была квартира в Москве. Был выкопан указ или декрет 20-х годов, который практически никогда не выполнялся. Медицинское учреждение получало право выселять без предоставления жилплощади лиц посторонних данному учреждению. Естественно, что когда в 30-х годах все углы и закоулки в больнице были забиты бежавшими от колхозов, выполнить этот указ не было никакой возможности. Но новоявленный заведующий неврологическим отделением привез с собой нового завхоза, и они решили взять отца измором. Невропатолог распускал клеветнические слухи о прошлой деятельности моего отца, а его помощник вел с папой переговоры, намекая, что этому невропатологу надо многое прощать, если бы папа знал, на какой нервной работе он был раньше. Нам всем уже давно было ясно, что он служил в органах, и когда он наконец вселился в нашу квартиру, то не только не скрывал этого, а наоборот афишировал. Но пока еще завхоз задушевным тоном убеждал папу отдать свой кабинет, вам не надо больше работать. Когда папа возвращался домой, усталый после целого рабочего дня и поездки на трамвае, у ворот больничного сада его уже встречал завхоз и не отставал до самого крыльца нашего дома. Всю дорогу он бормотал что-то, придумывая все новые и новые доводы. Папа не сдавался. Тогда они придумали такой трюк. Прислали папе официальную бумагу с требованием в указанный срок погасить задолженность за квартиру, которой он пользовался бесплатно в течение пятнадцати лет. Сумма долга получалась астрономическая. Они прекрасно знали, что квартира была бесплатной на законном основании, но понимали, что этот иск заставит папу много волноваться. Дело было летом, стояли очень жаркие дни, и отец со своим больным сердцем таскался по учреждениям и архивам, чтобы это доказать документально. Их психологический расчет был верен. Папа сказал нам «Я больше не могу» и сдался. Его кабинет был отдан в распоряжение ВИЭМа. Что-то там перегородили, и квартира для невропатолога с женой и маленькой дочкой была выкраена. У них оказалась большая родня в Москве. Все, по-видимому, работали в НКВД. Даже тесть невропатолога работал в переплетной этого учреждения. Он переехал сюда к дочери, а другие родственники звонили к ним по ночам, и в ответ на мое замечание, мол, час поздний нагло отвечали «Это звонят из органов». Мы как-то потеснились. Я осталась в своей комнате, но меня не оставили в покое. Им хотелось и ее получить. Моей единственной надеждой был расчет на октябрь 1939 года, когда исполнялось 125 лет со дня рождения Лермонтова. Я предполагала, что к этой дате выйдет из печати специальный сборник, в которой была принята моя большая работа, полная новаций, как любил говорить профессор Николай Леонтьевич Бродский. Тогда думала, я наивно меня примут в союз писателей, и я не буду такой полубесправной и беззащитной, как сейчас. Но выход сборника решили принести на 41-й год, к столетию со дня гибели Лермонтова. Значит, ждать еще два года. Глава 14. Прямая угроза расстрела Левы отпала. Очевидно, прокурор должен был отказаться от занятой им суровой позиции. Весь этот год говорили о судебных заседаниях по студенческому делу. Среди обвиняемых был и Лева. Поэтому Анна Андреевна встречается с родителями его садельцев. Таковы известный невропатолог-академик Давиденков и его жена, и другие менее известные несчастные родственники арестованных мальчиков. Насколько я помню, среди них был также и Арест Высоцкий, единокровный брат Левы, учившийся, если не ошибаюсь, в лесотехническом институте. Кстати говоря, в день Ареста Левы 10 марта 1938 года он ночевал у него на Садовой. Наутро именно он пришел к Анне Андреевне сообщить о случившемся. Мне кажется, что он тоже проходил по этому студенческому делу, но либо был оправдан, либо выпущен из-под ареста до суда. Тут я плохо осведомлена. Среди других обвиняемых, помимо одаренного и выдающегося, как говорят, Коли Давиденкова, был еще аспирант крупнейшего арабиста, академика Крачковского. Его фамилия была Шумовский или Шамовский. И Анна Андреевна нередко горестно замечала, что взяли весь цвет молодого поколения, будущих звезд русской науки. Я вспоминаю, что в Москве мы искали двоюродную сестру Шумовского, которая работала в родильном доме на Молчановке, его потом разбомбила во время отечественной. Я разыскала в Мосгорсправке ее домашний адрес, и мы с Анной Андреевной ездили к ней в Дорогомилово. Мы ее не застали, но я долго хранила эту справку с адресом, как напоминание о тех безумных годах. Когда Лева вернулся, он с такой кривой и хидной улыбкой выслушал мой рассказ о наших поисках, что я не стала беречь эту жалкую реликвию. В больших хлопотах Ахматовой я тогда не участвовала. Для этого она обращалась к своим влиятельным знакомым. Нередко ей оказывал в этом содействии Виктор Ефимович Ардов. Кто-то другой свел ее со знаменитым адвокатом Комодовым, очевидно, специалистом по политическим делам, но он отказался от дела Льва Гумилева. Это был удар для Анны Андреевны. В другой ее приезд в Москву она мне сказала, что Комодов просто хотел большого гонорара заведения этого дела. А о каких гонорарах могла идти речь у нищей Ахматовой? Оказалось, что она недостаточно энергично хлопочет о Леве. Я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением. Анна Андреевна возразила, но тогда меня непременно арестуют. Ну что ж, и арестуют, храбро провозгласила я. Но ведь и Христос молился в Гефсиманском саду. Доминит меня чаша сия, строго ответила Анна Андреевна. Мне стало стыдно. В Ленинграде я была занята в январе своими лермонтовскими делами и успехами. А все, что касалось встреч с Анной Андреевной, воспринималось вновь совершенно отдельно. Со странным чувством я звонила ей на фонтанку по телефону автомату из помещения райкома партии. Там в конференц-зале состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный слову о полку Игореве. С каким восторгом прочел там вступительную лекцию Сергей Борисович Рудаков, как серьезно и вдохновенно читал сам текст великого произведения артист чтец Артаболевский. А на рояле играла его жена Анна Даниловна Артаболевская, близкая подруга Лины Самойловны Финкельштейн Рудаковой. Как мало осталось тогда жить на земле обоим мужчинам. Артаболевский погиб в 1943 году на Курской дуге, куда поехал выступать на передовой. А Рудаков был убит сражение под Могилевым в январе 1944-го. Что касается Анны Даниловны, то она после Великой Отечественной войны переселилась в Москву, где пользовалась известностью как выдающийся музыкальный педагог и концертмейстер. Позвонив Анне Андреевне через 10-15 минут, я была уже у нее, так как райком находился рядом, на противоположном углу Невского и Фонтанки. Попадаю в совершенно другой мир. Я уже писала о, так сказать, при фронтовой, вернее, при тюремной обстановке этого нового жилья Ахматовой, в незакрывающемся нижнем ящике какого-то шкафа, набитом сухарями, об одиночестве Анны Андреевны, оставшейся на попечении дворнички Тани. Таня вводит ее в баню, тянет за руку при переходе на другую сторону улицы, понукая, но иди, да иди же. Анна Андреевна собирается нести передачу в тюрьму, и я покупаю банки сгущенного молока и еще что-то, и кроме того даю Анне Андреевне 200 рублей для Левы. Но, оказывается, его нет в тюрьме. Его почему-то еще до приговора отправили на Беломорканал. Мы ничего не понимаем. Я говорю, деньги можно у них затребовать назад, поскольку Лева их не получил. Какие там требования? С ужасом отвечает Анна Андреевна, а мне жалко денег. Я с таким трудом оторвала их от себя, но сейчас мне делается стыдно, и я замолкаю. Анна Андреевна почти все время лежит и, не приподнимаясь даже с подушки, читает мне, почти бормочет новое стихотворение «Тихо льется тихий дон». Мне в голову не приходит, что это будущий реквием. И она еще не помышляет об этом. Я не задумываюсь над тем, почему в ленинградском стихотворении откликнулась река Дон. Только значительно позже в Москве я спросила Анну Андреевну об этом. Она ответила уклончиво, не знаю, может быть, потому что Лева ездил в экспедицию на Дон. Она сказала также, что «Тихий дон» Шолохова был любимым произведением Левы. А вы не знали? удивилась она. Я действительно не знала этого. остановилась я опять в мастерской Осмеркино. Он дал мне ключ. Но какая там была тоска на этот раз! Я чувствовал себя как на капелище. Заглянул туда один из учеников Александра Александровича и почему-то рассказывал, как вольготно они проводили здесь время в отсутствие мастера. У меня там были Рудаковы. Сергей Борисович завистливо восхищался строкой Ахматовой «Входит в шапки на бекрень». Он слышал это стихотворение «Тихо льется тихий дон» от самой Анны Андреевны еще до моего приезда. А вот стихотворение Мандельштама о Сталине он не знал наизусть и заучивал его теперь с моих слов. Я их не повторяла, боялась соседей, а показывала жестами. Его толстые пальцы как черви жирны и слова как пудовые гири. Тараканье глазище и сияют его голенища. С особым наслаждением мы хлопали себя по икрам, чтобы Рудаков не забыл этой строки. Потом я там заболела и соседка Осмеркина, совсем чужая женщина, принесла мне горячего чаю или супу. Больная я ехала в поезде в Москву. А там, как я уже рассказывала, меня ожидало сокрушительное известие о смерти Осипа Эмильевича, и я послала по почте письмо Анне Андреевне, в котором писала, что моя подруга Надя овдовела. Глава пятнадцатая «Когда я еще раз приехала в Ленинград в ноябре, меня хорошо приняли в Пушкинском доме, и Мануйлов, уже известный Лермонтовед, приходил ко мне в Дом ученых на улице Халтурина, где я остановилась. Мы говорили о своих делах, и я опять приходила на фонтанку, как будто попадая в другую страну. Лева уже был отправлен в лагерь всего на пять лет, это считалось очень легким приговором, и объясняли его тем, что Ежова уже убрали, а на его место пришел добрый и справедливый Берия. Анна Андреевна читала мне также лежа стихи из будущего реквиема. С тех пор я помнила красную ослепшую стену и бледного от страха управдома и распятия, о котором Анна Андреевна сказала мне после возвращения Левы, что эти стихи ему читать не надо было. В 1939 году я впервые увидела у Анны Андреевны Владимира Георгиевича Гаршина. Он пришел часов в семь вечера, принес пачку чая и какую-то еду. Анна Андреевна сидела с ногами в глубоком кресле и немножко поеживалась, а он заботливо расспрашивал о здоровье. Воцарилась атмосфера уюта, как это бывает в беде, когда крайняя подавленность немного рассеивается под влиянием человеческой душевной теплоты. Когда он ушел, Анна Андреевна сказала, что так он всегда заходит к ней, возвращаясь домой с работы, что живет он на улице Рубинштейна. Сейчас, 1991-й, я проверила это и убедилась, что Гаршин действительно жил на этой улице, в доме, стоящем на углу фонтанки, а больница, где он работал, помещалась на петроградской стороне. Вероятно, он сходил с трамвая на Невском, переходил фонтанку по Аничкову мосту, после чего ему оставалось только повернуть направо, чтобы дойти до своего дома. Но он сворачивал налево и шел к Шереметьевскому дворцу, где во дворе жила Анна Андреевна. Этот маршрут, превратившийся в ритуал, отражен в поэме без героя. Гость из будущего, неужели он придет ко мне в самом деле, повернув налево с моста? Скажут, что в образе гостей из будущего выведен совсем другой человек. Имя его известно, оно указывается в комментариях, в мемуарах и научных исследованиях, но одно другому не мешает. Поэма, недокументальная хроника и недокладная записка Топтуна, следящего за всеми посетителями Ахматовой. В художественных произведениях мы привыкли встречать синтетические образы, составленные из черт разных прототипов. На одно такое заимствование из воспоминаний своего детства мне указала сама Анна Андреевна, говоря однажды в сороковых годах о поэме. В частности, она остановилась на эпизоде самоубийства влюбленного корнета. Речь шла о стихе «Уж на лестнице пахнет духами». Оказывается, в царском, в доме Шухардиной, в одном подъезде с горенками, жила некая дама, фронтиха и модница. Когда она выходила из дому, на общей лестнице долго сохранялся запах ее духов. О подобном запахе Ахматова упомянула и в прозаической полемической заметке, написанной уже в шестидесятых годах. Ни в одном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов, проходящих дам и сигар, проходящих господ. Эти две приметы укоренились в воображении девочки-подростка как знак заманчивой жизни взрослых, а следовательно, и ее будущее жизни приливами и отливами счастья и страдания. Вторая примета присутствует и в строфе, из которой я привела выше три заключительных стиха. Перечтем начало. Звук шагов, тех которых нету, по сияющему паркету, и сигары синий дымок, и во всех зеркалах отразился человек, что не появился, и явиться сюда не мог. Подозреваю, что сигары синий дымок сопрягается с образом Анрепа. Герои лирики Ахматовой шестнадцатого года. В реальной жизни он приехал в Петербург лишь в конце 1914-го, и для петербургской повести Ахматовой 913-й год, так называется, первая часть поэмы без героя, тоже является гостем из будущего. Вторым прототипом гостей из будущего, как уже сказано мной, я считаю, Гаршина. Надо сказать, что приведенные только что строки появились в известных нам машинописных экземплярах поэмы без героя только в варианте 1945-46-го годов. Между тем, после разрыва с Гаршином летом 1944-го года Анна Андреевна тщательно изгоняла из поэмы все прямые посвящения ему, вплоть до того, что даже не было названо его имя. Имея в виду третью часть триптиха, эпилог, в Ташкентской редакции 1942-й он был посвящен городу и другу, в позднейших только городу. Однако Гаршин не исчез оттуда. Вспомним, что он присутствует, но в другом качестве. Сравним первоначальный текст с окончательным. Было. Ты мой грозный и мой последний, светлый слушатель темных бредней, упование, прощение, честь. Предо мной ты горишь, как пламя, надо мной ты стоишь, как знамя и целуешь меня, как лесть. Положи мне руку на теме, пусть теперь остановится время на тобою данных часах. Стало. Ты не первый и не последний, темный слушатель светлых бредней. Мне, какую готовишь месть, ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби. Это нашей разлуки весть. Не клади мне руку на теме, пусть навек остановится время на тобою данных часах. В этой редакции, оставшейся без изменений до самого конца работы Ахматовой над поэмой, изображена вся сущность ее взаимоотношений с Гаршиным. Подробнее я остановлюсь на этом во второй части настоящей книги, посвященной послевоенному времени. Там я расскажу в специальной главе о поэме без героя, об истории ее переработки и многое другое, связанное с этим триптихом. Сейчас же для нас важна строка ты не первый и не последний. Третий прототип образа гостей из будущего сэр Исайя Берлин. История его знакомства с Анной Андреевной известна из мемуаров современников и воспоминаний самого героя. Замечу прямо, что лучше всего обстановка первой встречи отражена в поэзии Ахматовой, но не в поэме, а в стихотворении «Ты выдумал меня, такой на свете нет» из цикла «Шиповник цветет», обращенного непосредственно к Берлину, естественно, без указания его имени. Там читаем. «Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы, все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы. Без фонарей, как смоль, был черен Невский вал, глухая ночь вокруг стеной стояла. Так вот, когда тебя мой голос вызывал, что делала, сама еще не понимала, и ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, по осени трагической ступая, в тот навсегда опустошенный дом, откуда унеслась стихов сожженных стая». Из воспоминаний Берлина мы точно знаем, когда это было, в конце ноября 1945 года, то есть сразу после окончания войны. Автор, давно уже обосновавшийся в Англии, увидел Ленинград, откуда был увезен подростком. Утром в день приезда он еще не знал жива ли Ахматова, автор «Четок» и «Белой стаи», подорожника и «Анна Домини». А уже в три часа того же дня его проводили к ней на фонтанку. Но какое значение могло иметь для этой напряженной встречи, в какую сторону он свернул с Аничкова моста? Никакого. И если в своем эссе «Берлин» очень точно описал свой маршрут, то, вероятно, это было сделано под влиянием стихотворных строк Ахматовой. Впоследствии Анна Андреевна сама сделала его героем строфы «Звук шагов, тех, которых нету», прибавив к ней ряд опознавательных стихов. Она сделала это при существенной переработке поэмы в 1954 году, дописав также содержащийся в ней образ Паладина Коломбина десятых годов, использовав для этого мотива лирики Блока. Теперь Ахматову под влиянием разных соображений и обстоятельств влекло к более точным указаниям на прототипы. В позднейшей своей прозе о поэме Анна Андреевна прозрачно намекнула на реального прототипа гостей из будущего Берлина. Об этом читателю еще предстоит узнать в последующих моих воспоминаниях о встречах с Ахматовой в сороковые шестидесятые годы. Что же касается моего знакомства с Гаршиным в 1939 году, мое эмоциональное впечатление о его драматичной и повторяющейся дороге к дому Анны Андреевны, отраженной в стихе «Повернув налево с моста», остается в силе. Но вернемся к событиям этого года, влиявшим на мою жизнь. 1939 еще не кончился. Глава шестнадцатая. В день отъезда из Ленинграда я обедала в столовой дома ученых. Официант был так возбужден, как прошлогодний Севастопольский подходил к клиентам, обменивался с ними взволнованными репликами. Я сидела за столом одна и не могла понять, в чем дело. Только когда я вышла на улицу и увидела группу людей, бледных и суровых, молча слушавших голос из радиорупоров, я узнала. Началась финская война. Вечером я шла с Рудаковым к Московскому вокзалу пешком с Колокольной улицы, где они жили и откуда я уезжала. Мы шли посредине мостовой. На улице был полный мрак, даже из витрин магазинов и окон квартир. Не пробивалось ни луча света. Это был первый день затмения. Потом, в январе и феврале, как известно, ударили необычные сорокоградусные морозы, и наши красноармейцы замерзали на фронте, не имея соответственно экипировки, и узнали всю силу ненависти к нам, финских снайперов. Сергей Борисович написал об этом одно из лучших своих стихотворений. Я услышал его только во время Великой Отечественной, когда он, тяжело раненый под Ленинградом, был переведен в 1942 году на тыловую службу в Москву. Мне кажется, его стихотворение нигде не записано. Привожу его по памяти. «Одна тысяча девятьсот сороковом в январе Кого хлеб солью будем встречать? Зима еретическая на дворе, сургучная на губах печать. Морозу Чухонскому крестный брат, Онежским с угробом названный Кум. Кого ныне трижды изобличат твои непечатные словеса Аввакум? Луна, невзирая на штраф серебром, арктическим город студит. Танкист молодой с ножом под ребром, окоченел не добит». Когда уже после победы над Финляндией я зашла зачем-то к Надежде Исаковне, у нее работал слесарь из Дома управления. Он очень волновался и возмущенно говорил «Еще бы, когда такая махина набросилась на маленькую страну, конечно, мы ее задавили, а сколько своих людей мы положили». Было известно к тому же, что Выборг брали в тот день, когда уже было заключено перемирие с финнами, 12 марта 1940 года. Этот штурм стоил нам тоже многих жертв. Вернулся с финской родственник нашего невропатолога. Когда он появился в нашей квартире, все соседи его обступили, ожидая рассказов о войне. Он сильно распалился и вдруг бросился на пол и заорал «Разве Сталин вождь? Маннергейм! Вот это вождь!» Я не успела понять, что происходит, как увидела полную пустоту в коридоре и услышала зновищую тишину. И как они словчились так быстро разбежаться по своим комнатам и там затаиться? Дерзновенный выкрик против Сталина был подготовлен не только финской войной, но и отчасти рискованной для НКВД акцией замены Ежова Берии. Ведь те немногие, которых тогда выпустили, рассказывали близким о застенках и лагерях. Вспоминаю, как в одной нервной ссоре и примирении моем с нашей работницей Полей я сказала ей о заключении Левы, и она вскрикнула «О, вы его никогда больше не увидите!» Один ее знакомый, вернувшийся из лагеря, сказал ей «Там трупов больше, чем у тебя волос на голове». А Поля была очень кудрявая. Среди вернувшихся был друг моей сестры и ее мужа-художника. Рассказ его представляет собой не только еще одно свидетельство о зверствах тюремщиков, но приоткрывает психологические глубины и жертвы палача. История одного циника. Назовем его Георгий. Он был другом молодости моей старшей сестры. Он женился на ее подруге, обе учились в консерватории по классу фортепиано у профессора Гольденвейзера. По окончании преподавали в музыкальных школах. Он окончил, кажется, два высших учебных заведения, одно техническое, другое гуманитарное. Но не остановился ни на одной специальности, хотя интересы у него были самые разнообразные. И не только интересы, но и незаурядные способности. Для собственного удовольствия изучил санскрит и после войны работал на институт востоковедения. Когда он еще не знал английского, взял урок учить этому языку мальчика. Каждому уроку готовился по самоучителю и так постепенно овладел языком. Потом усовершенствовался, много читал на английском. Одно время служил выпускающим в «Крестьянской газете». Это большая газета, кажется, даже издательство, там халтурить было нельзя. Справлялся со своей работой хорошо. Дружил с художниками, работавшими в этом издательстве. Одного из них познакомил с моей сестрой. Они поженились. Бывший друг моей сестры бывал у них. У меня с ним личной дружбы не было, вернее, не было большого интереса к нему, но изредка он заходил ко мне в комнату поболтать. Жил он с женой и сыном в квартире ее родителей, в прошлом владельцев известного магазина готовой одежды на Кузнецком мосту. Квартира тоже в центре города, в доходном каменном доме с высокими потолками, прочными стенами, но в 20-30-е годы квартира была уже коммунальной. Осталась от кухни. Хозяйки Галдели, готовя на своих керосинках, мешали ему заниматься. Он уходил в Ленинскую библиотеку. Никаких специальных билетов в научный зал у него не было, читал в общем зале. В то время достаточно было московской прописки и паспорта, чтобы записаться в знаменитую публичную библиотеку. Был вполне удовлетворен этим положением. Он уже давно был равнодушен к жене, сына не любил, был принципиальным эгоистом. Году в 35-м или 36-м он уехал на Колыму за длинным рублем. В 1937-м его там арестовали. Обвиняли в том, что он собирался продать Советский Союз Японии. Когда в 1938-м году Ежова расстреляли и его сменил Берия, Георгий попал в число освобожденных, очевидно, потому, что ничего не подписал. Он вернулся в Москву. Наши говорили, что он очень изменился после пережитого. Я его не видела. Однажды только случайно услышала его беседу с моим зятем-художником. Они сидели, выпивали и говорили по душам. Художник показывает ему свои работы, слышу голос его друга. Ты что же это, Сталина рисуешь? А у того была очень удачная композиция, сделанная по заказу. Сталин ведет занятия с рабочими в кружке. Мой зять отвечает таким задушевным голосом, понимаешь, я не могу не верить. Я утром не могу вставать, если не а ты, сукин сын, не верь, а вставай, заключает многоопытный зэк. Однажды Георгий постучался ко мне, первое, что бросилось в глаза. У него нет передних зубов. Я спросила просто, это вам там зубы выбили? Он как-то весь размяк. Вначале откликнулся еще неуверенно. За одного битого двух небитых дают. Но тут разговаривался. Вообще-то он предпочитал молчать о том, что с ним делали, но на этот раз много рассказывал. Стоял с статуей. Из ног текла уже лимфа. Его морили голодом. А он был большой рослый мужчина, но ничего не подписывал. Однажды следователь, издеваясь над его зверским голодом, дал ему тарелку щей, поставил ее прямо на пол. Но и этого показалось мало. Он смачно харкнул ему в тарелку. И что вы думаете, продолжал мой собеседник, достоинство, гордость? Я осторожно отодвинул ложкой харкотину и стал есть. Очевидно, на четвереньках. А ведь это предвидел Мандельштам. Вспомним, если б меня смели держать зверем, пищу мою на пол кидать стали б. Когда я говорила с Георгием, я не знал этого стихотворения. Его спустили в подземелье. Это в краю вечной мерзлоты. А в этой подвальной комнате еще стоял сейф для хранения золота. Заставили раздеться. В одном белье заперли в этом сейфе и продержали там тридцать шесть часов. Когда его вынули оттуда, он был почти без сознания, помню, только что кричал «Голгофа, Голгофа!» Его привели к следователям, а эти в своих белых воротничках и сверкающих мундирах нос воротят, ведь он был весь в своих испражнениях. В другой раз его вызвали на допрос, а он был уже так слаб, что не мог идти. Он полз по заплеванному, окровавленному полу каменного коридора. Женщина, валявшаяся на полу с женским кровотечением после стояния статуи, бросила на него взгляд, полный сострадания. Понимаете, она была мне как сестра, вскричал Георгий, рассказывая. А часовой видя, как я ползу, не выдержал и пробормотал сквозь зубы сволочи, звери. Я заплакал. И вот он опять в Москве. Ездит в Ленинскую библиотеку. Году в сороковом врывается однажды ко мне, я не могу, я должен рассказать. Рассказ такой. Иду я по улице Горького, слышу, кто-то меня настойчиво окликает по имени отчеству, догоняет, просит остановиться. Смотрю, это мой колымский следователь. И мы, можете себе представить, заходим вместе в кафе Филиппова, занимаем столик, и я не знаю, не беседали это с Порфирием Петровичем из Достоевского. А он говорит, что забыть меня не может. Стоит, мол, человек качается, ноги распухли. Из них жидкость течет, а он твердит одно, я только статистический случай. Долго мы с ним сидели. Он все злодейства сваливал на приказ свыше, а я его спрашиваю, а харкотину в суп тоже по приказу свыше? Знаете, распаляешься. Во время войны Георгий появился у нас в Москве, проездом на фронт, говорит, везу мясо. Несколько раз повторил эту фразу, я не могу понять, какое такое мясо, оказывается, пушечное мясо. Он вез в полк или в часть пополнения. Долго не было от него известий. Война есть война. Может, убили? Потом выяснилось, на каком-то вокзале у него украли пистолет. Его судили и отправили в штрафной батальон. Но он и оттуда вернулся живым. Не хотел оставаться в Москве ни одного дня. Я не могу. Я должен ехать к Соне, рассказать ей все, что со мной было. А Соне, казалось бы, нелюбимая его жена, оставалась еще где-то далеко в эвакуации, и теперь он к ней рвался как к самому близкому человеку. После окончания войны он, как я уже говорила, был связан с Институтом Востоковедения, работал по проблемам Индии, или переводил с санскрита, не помню точно. Но когда началась кампания по борьбе с космополитизмом, то есть попросту антисемитский разгул, он, как еврей, на строительство гидростанции. Там он работал инженером. Приезжал оттуда в Москву и описывал спокойным тоном всякие ужасы. Нет, это не был спокойный тон, а леденящий тон человека, который смотрит на жизнь беспощадными глазами. На этом строительстве работали зэки. Однажды они играли в футбол или во что-то вроде этого. Я смотрю, рассказывал он, у них какой-то странный мяч, а когда они закинули его поближе ко мне, я увидел, что это человеческая голова, они пинали ее ногами. Он уверял, что много человеческих трупов забетонировано в блоках нового моста через Волгу. От его бесстрастных слов веяло ужасом. При всей моей любви к Волге я с тех пор и подумать не могла о прогулке на теплоходе по Великой реке, тем более, что от «жигулей», как говорят, остался один фасад, что-то вроде макета. В 50-х, 60-х годах он разошелся с женой, которая опять стала чужой и нелюбимой. Они перегородили свою комнату. Он обедал в ресторанах, ел хорошо и дорого, особенно любил заказывать жареного гуся. По вечерам слушал радио в своей ставшей маленькой комнате. Может быть, он любил хорошую музыку? О, нет! Он пристрастился песням и романсам, которые с таким чувством пели виноградов и нечаев. Однажды, слушая в который раз сентиментальный романс, в одночасье умер. Моя сестра рассказывала, он лежал на столе очень красный, а бывшая жена и сын всю ночь при помощи верных знакомых разбирали перегородку, чтобы им не вселили постороннего жильца в освободившуюся отдельную комнату. Сын был в большом замешательстве. Мать посылает его в похоронное бюро, а на следующий день на кладбище. Но ведь ему надо на службу, как быть? Он никак не мог понять, что на похороны отца отпускают даже с работы. И если покойник в последние годы жизни производил, по словам моей сестры, впечатление совершенно опустошенного человека, то сын его являл собой образец механического заторможенного человека, что лучше не знаю. После Союза СССР с Германией идеологическая монолитность в советском обществе была слегка нарушена. Ведь сколько лет подряд над нами давлела угроза немецкого фашистского нашествия. Я не могу забыть одного общего собрания сотрудников Ленинской библиотеки. Оно проходило в саду перед входом старое здание. Вероятно, дело было вскоре после Мюнхенского соглашения выступали главным образом женщины. Как они нагнетали обстановку, почти кликушествовали, напоминая о книге Гитлера «Майнкампф». И вдруг в августе 1939-го надо было совершить резкий поворот на 180 градусов. Между прочим, с тех пор до 22 июня 1941-го года мы прожили как-то без лозунгов. Нас не призывали, не угрожали, не пугали, не подталкивали, ничего особенно героического не требовали. Все как будто замерло. Фанфары раздавались только по поводу присоединения к Советскому Союзу Прибалтики, Бессарабии и Западной Украины. Я была в Верие в тот день, когда началась Вторая мировая война. Местные жители были до крайности встревожны, считая, что большая война началась и для нас. Они говорили, что лошадей забирают, а это был пока еще только раздел Польши. Я так волновалась, что одна из у знакомой соседки в доме в углу комнаты сидел бледно-зеленый от страха мужик, ее сожитель с подозрительным социальным положением. Те, которые еще не совсем разучились думать, были растеряны. Крайне подавлен был мой отец. Его бы совсем доконал этот невероятный союз с Германией, если б так не терзало все, что случилось с его близкими. Когда обвинили Плетнева и Левина в умерщивлении Горького, папа не хотел признаваться сам себе в чудовищности этой кампании против двух известных врачей. Но когда на одном из процессов фигурировал уже Егода, который заявил на следствие, что был в связи со знаменитой Тимошей, женой сына Горького, папа был поражен. Вот подлец! вырвалось у него. А когда Горький умер и стал передавать подробности о роли его личного секретаря, вообще о темном окружении писателя, папа сказал, начал как босяк и кончил как босяк. Весь остаток жизненных сил у отца сосредоточился на внуках, особенно на четырехлетнем сыне моей сестры, его любимейшей дочери. Лето они провели в Верее, куда ездила и я на август. Сохранилась групповая любительская фотография, где снята вся наша семья, кроме братьев, и моя Елена Константиновна, летняя сторожилка и патриотка Вереи. На фотографии видно, как удручен и как стал стар мой отец. Сестра сказала, что там, в Верее, когда меня не было, его вызывали к следователю, и он вернулся домой еще более удрученный. В то время в Верее жили также знакомые и сослуживцы Елены. Она часто выступала на литературных концертах с одним литературоведом-популяризатором, преуспевающим в этом деле. Без единой осечки он читал в клубах лекции о литературе с марксистской точки зрения и объяснял доверчивым слушателям, что такое социалистический реализм. Я была чрезвычайно удивлена, что на свободе летнего отдыха в компании, в которой был уверен, он оказался вполне понимающим суть происходящего. Он рассказывал с большим сарказмом о собраниях в Союзе писателей и поделился с нами своей, как ему казалось, замечательной находкой. Написал другу в провинцию об арестах общих товарищей, обыгрывая для конспирации гоголевское заглавие «Мертвые души». С большим сочувствием и интересом выслушивал от меня другой приятель Осмеркиных, очень скромный и тихий художник, самое крамольное стихотворение Мандельштама «Мы живем под собою, не чуя страны». Теперь, когда Осип Эмилич умер и дело его было уже известно в тесном литературном кругу, а имя мое уже было названо наследствие самим Мандельштамом, я могла спокойно познакомить хорошего человека с этим феноменальным стихотворением, но все-таки для этого мы уходили с ним в лес. В самой Москве, где лошадей не забирали, во всяком случае об этом я не слышала, раздел Польши откликнулся взрывом мародерских настроений. Поехал туда и наш сосед, врач-коммунист, и привез много вещей жене. Кое-что из этих даров она показывала на кухне, однако врач был идеологически выдержан и рассказывал, как плохо жилось с поляком при буржуазном правлении. Оказывается, в университете для студентов-евреев в аудиториях были отведены специальные места, но те принципиально их не занимали, а весь учебный срок от первого до последнего курса прослушали все лекции, стоя. Доктор, чистый русак, рассказывал об этом с большим уважением к этим студентам, тогда еще наши коммунисты решительно отвергали антисемитизм, а я рада, что услышала от соседа о выдержке и чувстве национального достоинства у моих соплеменников. О счастье побывать в Польше, еще хранившей следы буржуазной жизни, рассказывали многие. Говорили, что Алексей Толстой привез себе оттуда фонтан и поставил его у себя в саду, не знаю где, в Москве или Ленинграде или за городом, да и вообще не знаю, правда ли это, но слух такой был. А вот что правда, так это вопрос, который задали в Польше мои приятельницы. Объясни, пожалуйста, почему в магазинах ничего не стало с тех пор, как пришли русские? О Прибалтике я ничего не слышала, туда как будто еще не ездили, но очень интересно рассказывала о Западной Украине одна талантливая фольклористка из Литературного музея. Она была восхищена достоинством и вежливостью тамошних жителей, особенно в деревнях. При встречах на улице с приезжими незнакомыми им людьми крестьяне обязательно здороваются. Все, и старухи, особенно приветливы дети, ходят в церковь, соблюдают праздники, украшая в эти дни свои жилища. Все чинно, благовоспитано. Ее поразила разница между ними и советскими крестьянами. Она участвовала в экспедиции во многие советские республики автономной области и постоянно уверяла меня, что там растет национальная культура и это принесла туда советская власть. Я не спорила, поскольку могла судить только по официальным казенным декадам, пышно проходящим в Москве. Она очень любила свое дело, Вера Юрьевна Крупянская, милейшая женщина, та самая, которая убежала в музее на вешалку и там, скрывшись за одеждой, рыдала, узнав о начавшемся голоде в блокадном Ленинграде. Глава 17 Надя металась. Она избегала быть в Москве у матери, в квартире в Нащекинском и с поганиной наглым соседством. Но видела я Надю часто. Вот она ночует у меня, я уже упоминала об этом. Вот мы сидим втроем в Марьиной роще у Николая Ивановича, и она рассказывает, как работает у станка на предельной фабрике и живет в подмосковном поселке Струнино. Мне прочно запомнился один эпизод из ее рассказов. Она подымалась по внутреннему лифту на фабрике. В лифте оказался только один рабочий. Он смотрел, смотрел на нее и проговорил «С таким лбом и у станка?» Я, конечно, навещала Веру Яковлевну, когда она оставалась одна в Нащекинском, но я почему-то совершенно не помню, как она выехала из этой квартиры и переселилась с Надей в Калинин. А ведь этому предшествовала такая процедура, как обмен этой московской комнаты на постоянное жилье в Калинине. Очевидно, после смерти Осипа Эмильевича Надя решила окончательно порвать с опасной для нее Москвой и жить с матерью до конца ее дней в Калинине. Но война перевернула все планы. Надя с матерью была эвакуирована, их довезли до Казахстана, оттуда, как известно, Ахматова выхлопотала им переезд в Ташкент. Вера Яковлевна умерла там в 1943 году, а жизнь Нади потекла по совсем новому руслу. Вероятно, переезд из Москвы в Калинин произошел в то время, когда я была в Ленинграде, поэтому я и не помню подробностей. Между тем, в самом конце декабря 1939 года Надя послала мне первое письмо из Калинина. Вот оно. «Эмочка, пишу наугад, не помня адреса. Приехать мне нельзя, хотя я фактически сижу дома. Долго ли просижу, не знаю. Могут вызвать в любой момент на работу. Я знаю, что вы не способны приехать. Это очень обидно. Возьмите старого дружка и попробуйте приехать. Я бы, например, обрадовалась. Вы просто не люди, а башни. И я вас всех ненавижу». «Еще. Женя, щел, неизящным забрать у вас керосинку. Моя вконец испорчена. В результате нам не на чем вскипятить чай. Очень прошу, привезите ее мне. Вот предлог для приезда. Либо, соединив с Женей усилия, отправьте мне ее почтой. Только запакуйте в бумагу, чтобы она не разбилась. Пишите. Спросите у Николая Ивановича, что он думает. Я хотела вам или ему позвонить по телефону, потом решила, что это подействует вам на нервы и отказалась от этой идеи. Раскачайтесь и приезжайте. Надя. Женя даже не пишет. Я привыкла. А мама нервничает. Вероятно, Надя ждала, что ее вызовут на работу в школу. Вообще говоря, у нее было там два занятия. Она делала игрушки, вступив в какую-то артель, и преподавала в школе немецкий язык. Я помню, с каким увлечением она рассказывала, приезжая в Москву, о своем методе обучения. Она читала со своими учениками вслух лесного царя Гете, в подлиннике, конечно, и таким способом улавливала интонацию классического немецкого языка, приучала к ней своих юнцов и одновременно приоткрывала им тайны поэзии. Что касается керосинки, то Надя дала мне в Москве свою лишнюю, чтобы избавить меня от кухонных склок, а о приобретении новой и думать было нечего. В те годы страна переживала очередной дефицит всего необходимого нормальному человеку. Керосинку, в конце концов, повез Надя в Калинин Александр Эмильевич. Вообще говоря, на его долю легла значительная часть забот в связи с арестом Осипа Эмильевича. Он делал передачи в Бутырскую тюрьму, когда Надя не было в Москве, и наводил справки на Кузнецком, где помещалось управление ГПУ. Не знаю точно, как оно называлось. Об этом свидетельствует и последнее письмо Осипа Эмильевича, обращенное прямо к брату Шурочке. Моим старым дружком Надя называет Николая Ивановича Харджиева. Да, действительно, мы были знакомы уже пять лет. И сколько сухого вина мы выпили вместе, и вдвоем, и втроем, то есть с Надей, и сколько раз закусывали сыром. Но вот в чем дело. Николай Иванович был в то время болен, находясь в очень сильном нервном напряжении. Незадолго до Надиного письма мне позвонил его друг Цезарь Самойлович Вольпе, возвращавшийся домой в Ленинград. Он убеждал меня, что я могу спасти нашего общего друга от больницы, что было бы ужасно, если поживу у него, и это его успокоит. Вольпе дипломатично прибавил, это свидетельствует только о его глубокой привязанности к вам. Несомненно, это были детские уловки самого Николая Ивановича, который уже несколько дней безуспешно просил меня совершить такой подвиг. однако заверения его друга на меня подействовали. Я сдалась. Приехала я к нему с шуткой насчет того, что, получив подтверждение о его привязанности ко мне, я меняю свое поведение. «Да», отвечал он мне в тон, «вы совершаете благодеяние, но тут же открываете свой портфель, а из него вынимаете корректуру, которую я должен читать». И это было истинной правдой. В то время я ни одной публикации не отдавала в печать, пока Николай Иванович не просмотрит и не пройдется поверх текста рукой мастера. Так я научилась деловому лаконизму своих исследовательских статей, чем горжусь по сей день. Памятью об этом времени у меня осталась книга Николая Харджиева «Янычар», вышедшая в свет в 1934 году. Вначале он мне подарил только превосходную гравюру Фаворского, помещенную на фронтисписе этой книги с дарственной надписью, свидетельствующей о скромности автора. Эмма «Если бы Фаворский иллюстрировал всю книгу, вещь пострадала бы». Н. Х. 25 ноября 1939-го. В скобки Николай Иванович заключил знаменательную приписку накануне полного сумасшествия. А уже в декабре он подарил мне и всю книгу, испещренную его стилистическими поправками. Этим он занимался все время моего пребывания у него. И успокоился, в чем можно убедиться, прочитав уж совсем дурашливую надпись «Эмме Григорьевне, чтобы берегла в сухом месте и сохранила в вечности». Н. Х. Декабрь 1939-й. Почему же Николай Иванович был в таком сверхэкспрессивном или наоборот депрессивном состоянии? Во-первых, мы все были полусумасшедшими. У каждого кто-нибудь сидел или уже был застрелен, когда близкие еще тревожились о нем. А во-вторых, я ясно видела, что его терзает какой-то мучительный роман. Мне не было интересно с кем. Такова была связывающая нас души высокая свобода, что дружбой наречена. Ахматова. Впоследствии, лет через двадцать, Анна Андреевна высказала ту же мысль устно. Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала. Вот эту дистанцию в дружбе я соблюдала инстинктивно еще до знакомства с Ахматовой. Другое дело, когда люди сами рассказывают о себе. Николай Иванович Харджиев, редактор первых двух томов собрания сочинений Маяковского, то есть раннего Маяковского, то есть лучшего, на мой взгляд, исповедовал еще культ дома Бриков. Осипа Максимовича он считал умнейшим человеком, а Лилю Юрьевну? Муза Маяковского была в ту пору для Николая Ивановича вне критики. Об этом крыле своего существования у него не было потребности разговаривать со мной, да и я мало интересовалась футуристами и всем подчеркнуто левым искусством. Конечно, я много знала наизусть из Маяковского и Василия Каменского, читала Асеева, посещала выставки и ходила в театр Мирхольда, но остальных поэтов и художников авангарда, как теперь говорят, просто не знала. Однако иногда Николай Иванович жаловался мне на своих друзей и соратников, задетые чьим-нибудь поступком или словом. Это давало исход его раздражению и было совершенно безопасно. С большинством из них я даже не была знакома. Один его рассказ о Мирхольде нельзя забыть, хотя я не помню подробностей. Дело было, вероятно, после закрытия театра Мирхольда, незадолго до его ареста. У него на квартире собралось несколько человек, среди них был и Николай Иванович. Трагическая атмосфера дошла до высшего накала. Всеволод Эмильевич хотел открыть газ, уйти из жизни. Об Александре Ивановиче в Веденском Харджиев отзывался как о большом поэте, самобытной личности, но чуждой ему. Тем неожиданнее был его внезапный приход в Марьину рощу. Он объявил, что сочинил новое стихотворение и хочет прочитать его. И прочел теперь уже известную читателем Элегию. Николай Иванович сказал, выслушав, «Я горжусь, что живу в одно время с вами». Веденский сел к столу, записал текст стихотворения и подарил листок Харджиеву. Так рассказывал мне тогда сам Николай Иванович Харджиев. Не выпуская из рук драгоценный автограф, Николай Иванович прочел мне всю Элегию вслух. Я была совершенно потрясена беспощадным и пронзительным воплощением в слове нашего трагического времени. Эти поистине гениальные стихи оказались пророческими. «На смерть, на смерть держи равнение, поэт и всадник бедный». Смерть не заставила себя ждать. В 1941 году в Веденске был арестован. В первую неделю войны он был выстан из Харькова и, не доехав до Тамбова, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как и Пушкин, как и Хлебников, он не дожил нескольких месяцев, до 37 лет. Всю эту зиму Николай Иванович готовил к сдаче в издательство свой многолетний текстологический труд по собранным им рукописям неизвестных стихотворений Хлебникова. Хлебников, Велимир, неизданные произведения, поэмы, стихи, редакции и комментарии Харджиева, проза, редакции и комментарии Грица, Москва, государственное издательство художественной литературы 1940 год. Как часто я слышала его ликующий голос, когда быстро, переходя своей легкой походкой из кухни или ванной в коридор и комнату, он повторял прочитанные им впервые строки Хлебникова «В пеший полк 93-й я погиб, как гибнут дети» или «Я черный ворон, я одинок». Особенно сильное впечатление осталось у меня от этих стихов. Россия хворая, капли донские пила, устала в бреду, холод цыганский, а я зачем-то бреду, канта учить, по-табасарански, мукденом и калкаю, точно большими глазами, алкаю-алкаю, смотрю и бреду, по горам горя, стукаю палкою. Нервов и капризов Николая Ивановича в нашей декабрьской идиллии тоже было достаточно. О какой поездке в Калинин можно было тут думать? Между тем, Надя прислала ему гораздо более красноречивое приглашение, чем мне. Привожу его по машинописной копии, которую он мне предоставил в 70-х годах. «Дорогой Николай Иванович, в моей новой и очень ни на что не похожей жизни, я часто вспоминаю вас и очень по вас скучаю. Суждено ли нам увидеться? Трехчасовое расстояние очень трудная вещь. Боюсь, что ни мне, ни вам его не одолеть. И еще поезд, и вокзал, а для меня невыносимость трехчасовых поездок, напоминающих мне о последних трех годах моей жизни. А я часто придумываю, что бы мы делали, если бы вы ко мне бы приехали. Вы, конечно, не могли бы пойти ко мне в школу и увидеть, как мои тридцать львят у меня. Всего триста сидят на скамейках, а я, как настоящий жонглер, орудую с немецкими глаголами у доски. Знаете, подбрасываешь, ловишь, все разноцветные и так далее. Но зато мы пошли бы с вами на базар, где покупают свинину, печенку, мед и сухие, а также мороженые яблоки. Мы бы, конечно, долго торговались и с медом на ладошках вернулись домой. По дороге бы снялись у балаганного фотографа, верхом на деревянном коне, в лучшем матросском костюме, либо на корабле, или, самое простое, на автомобиле во время переезда через Дарьяльское ущелье. Затем артель возрождения, где продают случайные вещи, и через реку Смаху домой варить и топить печь. Так я принимаю своих гостей. А с вами я бы была особенно гостеприимна, почтительно, я бы уступила вам лучшую комнату в своем палаццо, с видом на все сараи и домики во дворе. Ведь я зазывала, но заранее знаю, что мое зазывание обречено на неудачу. Сосисок здесь нет, зато есть голуби, они чересчур хороши, кроме голубей у меня нет ничего, только голуби, чужие. Как его, того самого, который писал голубей, того, которого вы мне показывали. Это его голуби. Сосиски и голуби намек на первые дни после ареста Осипа Эмилича и после известия о его смерти, проведенной Надей Ухарджиева. Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть. Смотри, Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания, Москва, книга, 1989, страница, 333. Художник, рисовавший голубей, Макс Эрнст. Указано Харджиевым на моей копии. Мне было легче, пока я не работала. Сейчас я таскую, как зверь. По утрам я себе почти не представляю, что можно встать и начать жить, и главное, прожить день. Это самое трудное. Такой я еще не была, совсем дикая. Вы знаете, время совсем не целебная вещь. Наоборот, вначале, как во сне, а потом все встает с полной реальностью, и думаю, чем дальше, тем будет реальнее. Я не пробую от себя уходить. Я только начинаю сейчас понимать. Мне раньше приходилось столько ходить просто физически, ногами, что в мозгах было что-то вроде сотрясения. Теперь нет, и это хуже. Из моих немногих подруг пишет иногда только Эмма. Иногда она сообщает, что хочет приехать, иногда зовет меня к себе. Вот и все. Она женщина сырая. Куда ей выбраться? А я была бы ей очень рада. Об Анне Андреевне не слышу ничего. И это тоже, наверняка, навсегда, так как я живу чересчур далеко. И еще, никогда я так сильно не чувствовала, что есть родные и знакомые. Знакомых много, а родных ужасно не хватает. Например, вас. Я точно не могу определить степень родства. И мамы наши нам не помогут. Забыли. Как выяснить? Целую вас. Надя. Николай Иванович Надя не попрекает. Рядом с искренним, валящим с ног горем у Нади еще столько нерастраченной жизненной силы. В ней ключом бьет творческая энергия. Даже попреки мне она облекает в изящную литературную форму. Уважаемая Эмма Григорьевна, я давно уже не получаю от вас никаких известий. И вообще, ничего из Москвы и очень беспокоюсь. Не могли бы вы мне сообщить о себе и обо всех моих родных и бывших друзьях. Была бы вам очень благодарна. Рада была бы, если бы вы приехали на праздники. Я, конечно, приеду в Москву, но боюсь, что к тому времени, когда я смогу освободиться, вы уже будете в Верие. А поездка в Верию столь же неосуществима для меня, как для всякого нормального москвича в Калинин. Посему, Эмма Григорьевна, вам остается только надеяться на небеса, где мы после смерти облюбуем какое-нибудь комфортабельное облачко для воздушных загробных путешествий. Целую. До встречи. Н. М. Вскоре, Надя, наладилась сама приезжать в Москву. Дружба ее с Николаем Ивановичем ничем не омрачалась. У меня она несколько раз ночевала. Часто мы встречались втроем. У меня в глазах и ушах до сих пор видятся и звучат разные сцены. То мы трое у меня на щепке, то в Марьиной роще. Атмосфера этих встреч хорошо отразилась в письме ко мне Наде от 7 декабря 1940 года. Эммочка, у меня прояснилось в голове, надеюсь, и у вас. Напишите мне, пожалуйста, обо всех своих делах, в частности, к чему привело мое очередное сватовство. Я хочу получить Хлебникова. Просто решительно хочу. Это неправда, что редактора получают по два экземпляра. Хотел бы посмотреть договор. Если он с вами дружит, то есть вернул вас на свое ложе. Дерите с него Хлебникова, для меня, разумеется. А в общем, я зла на сумбур и кашу. Плохо обращалась со мной Москва. Лучше всего было у Жени и у вас. В последний день, разумеется, когда вы не рыдали, а провожали меня. Неужели вы ко мне не приедете? Как я вас ненавижу! Надя. Я пригласила ее приехать ко мне встречать Новый год, но почта работала тогда плохо. Ответное письмо Нади украшено тремя почтовыми штемпелями с промежутком 8-9 дней. 1 января 1941-го Калинин областной и 8-го и 9-го января Москва. Надя писала «Эмочка, спасибо за приглашение. К сожалению, оно пришло поздно. Для того, чтобы мне устроиться с билетом, надо было бы бегать, просить и хлопотать добрую неделю, так что не вышло. Очень устала, болезненно. Жду с нетерпением развязки со школой. Соседи по целым дням и ночам развлекаются радио. Работаю по 24 часа в сутки. Хорошо, что не бросила игрушки. Интересно, когда я увижу вас? Все-таки когда-нибудь может увижу. Целую. Надя. Бедная Надя. Она, как мы видели по ее письмам, держалась на юморе, на вспышках свойственного ей фейерверка шуток. Но какие у нее должны были быть приступы тоски, когда она в какие-то паузы вспоминала, что живет на земле, на которой уже нет оси. Об этом уже не говорилось никогда. Этого еще нельзя было касаться. Срок еще не настал. Следы пережитого давали себя почувствовать в самые неожиданные моменты. Когда я провожала ее, о чем она вспоминает в предыдущем письме, на вокзале мы попали в облаву, искали спекулянток, так называемых мешочников, на этот раз одних баб. При выходе на перрон проверяли не только билеты, но и вещи. Надю охватило что-то вроде тика. Она стала дрожать крупной дрожью с ног до головы, зуб на зуб не попадал. Я собрала всю свою волю, чтобы ее успокоить. А для этого надо было самой сделаться благодушно-спокойной. Это подействовало на обыскивающих. Они даже не притронулись к нашим вещам. В вагоне мы оказались рядом с простыми парнями, и спокойная общительность меня уже не покидала, так что Надя решила, что эти люди мне каким-то образом знакомы. Больше я почему-то не помню Надю в Москве в том 1941 году, когда мы не политические люди, как по какому-то наваждению начисто забыли о возможности участия нашей страны во Второй мировой войне. Конечно, мы следили с состраданием и волнением за событиями в Европе, но все казалось далеким от нас. Мы, наш кружок, если хотите, назовем его так, были так озабочены своими горестями, страстями и делами, что не замечали или старались сделать вид, что не знаем о том, что находимся на краю пропасти. В это время тяжба всей нашей семьи с администрацией Виэма продолжалась. Они становились все наглее и наглее. К числу выселяемых присоединили жильцов из других корпусов. Мне приходилось встречаться для составления общих жалоб с незнакомыми до тех пор людьми. Среди них был один инженер, давно порвавший связь с больницей. Как все не очень умные люди, он подбадривал себя и нас уверенностью в нашей общей победе над администрацией Виэма. «Их дело Франция!» восклицал он. Меня больно резануло по сердцу это халуйское глумление над побежденными. Потом, когда наши войска потерпели оглушительное поражение в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда Москву бомбили, хотелось ему сказать, ну, а наше дело как назвать? Но это было уже невозможно. Он был призван в ополчение и погиб в окружении. И даже этого жизнерадостного пошляка было жалко. А Надя до самой войны продолжала свою трудную жизнь в Калинине. Некоторая отдушина у нее все-таки была, не говоря о том, что с ней была мать, и к ним приезжали Евгений Яковлевич и брат Осипа Емельича Александр. Она приобрела в Калинине нового друга. Это была жена арестованного крупного коммуниста, высланная из Москвы с двумя детьми и матерью. До своей катастрофы она принадлежала к высшему кругу Москвы, то есть к советско-светскому обществу. Ей приходилось быть хозяйкой на больших приемах с иностранными гостями, она знала языки, одевалась со вкусом, была очень красива. Рядовые советские женщины любовались ею как звездой, когда она подкатывала к подъезду своего дома в большом черном автомобиле. Перемена судьбы заставила ее трудиться в Калинине сверх сил, но она не теряла твердости духа. У нее было в высшей степени развито то, что называется умением жить, то есть здоровый практицизм и разумная доброжелательность к людям. Говорят, что за всю свою жизнь она ни с кем ни разу не поссорилась. Такой характер был замечательным противовесом Надиной экзальтации и колючести, служил примером выдержки спокойного, непоказного героизма. Дружба их продолжалась до самой Надиной смерти. Глава 18. Анна Андреевна подарила мне новый сборник своих стихов из шести книг с дружественной надписью, датированной 8 июля 1940 года. Но, вероятно, Анна Андреевна отписывала свои экземпляры еще в Ленинграде. В середине лета я не помню ее в Москве. Зато никогда не забуду ее августовский приезд в том 1940 году. Я зашла к ней прямо из поликлиники после довольно болезненной процедуры. «Как вы терпите?» участливо спрашивала меня Анна Андреевна и, как всегда, без всякого перехода прочла мне еще два новых стихотворения. «Одно нападение Парижа, когда погребают эпоху, и другое о бомбежке Лондона, двадцать четвертую драму Шекспира». Я была ошеломлена. Опустила голову, уткнувшись лицом в стол. «Не притворяйте, что вы плачете», сказала она, скрывая под иронии удовлетворенность с произведенным впечатлением. Я не притворялась и не плакала. Я как бы задохнулась от налетевшего шквального ветра, оставившего в комнате сплошной озон. Такое ощущение часто возвращалось ко мне во время этого короткого августовского пребывания Анны Андреевны в Москве. Первые дни протекали в дымке надежды, а последний день в отчаянии. Лева писал Анне Андреевне мрачные письма. Больно мне было услышать от нее о такой его фразе. «Все на меня плюют, как с высокой башней». Совсем недавно я спросила у Анны Андреевны, помнит ли он меня. «Да-да, он называл вас среди тех, кого я должна помнить, если он умрет». А между тем многим казалось, что теперь его оправдают и освободят. Если после семнадцатилетнего перерыва в советском издательстве выходит новая книга Ахматовой, эта сенсация свидетельствовала по общему мнению о внезапном благоволении Сталина к Ахматовой. Очевидно, не только к ее поэзии, но и к судьбе. Но судьба Ахматовой не могла быть облегчена никакими дарами, если сын остается в заключении за полярным кругом. Вот почему Борис Леонидович Пастернак спрашивал Анну Андреевну 28 июля 1940 года «С вами ли уже Лев Николаевич?» В этом письме он подробно описывает свои впечатления почти от каждого стихотворения из нового сборника Ахматовой, отзываясь о его выходе как о «великом торжестве», о котором говорят вот уже второй месяц. Разговоры эти не были беспредметными. Фадеев, Алексей Толстой и Пастернак намеревались представить книгу Анны Ахматовой к сталинской премии. Мне кажется, что именно тогда Анна Андреевна написала свое второе письмо Сталину. Я сама не помню его содержание, но мне рассказала Лидия Корнеевна Чуковская, какой довод она привела в своем прошении. Анна Андреевна писала, что ее сына обвиняли в намерении убить Жданова, и якобы она, его мать, подговаривала его совершить этот террористический акт. Ахматова просила снять с нее и ее сына это чудовищное обвинение. Позже Анна Андреевна пришла к убеждению, что ее письмо не было никуда передано, и до Сталина не дошло. Но пока это было еще не ясно. В положении Ахматовой уже были заметны колебания. Они отражены в подневных записях Лидии Корнеевны. В начале Ленинградская администрация пребывала в эйфории от легализации имени опальной поэтессы. 5 января 1940 года ее торжественно приняли в Союз писателей. Для издательства сразу начали готовить к печати ее книги. Журналы просили стихи для ближайшего номера. Шел разговор об увеличении пенсии, о предоставлении ей квартиры и тому подобного. Потом эти восторги стали умеряться. Уже в июле в литературной газете появилась ругательная рецензия Перцова на сборник из шести книг. Правда, писательская общественность не увидела в этом факте ничего рокового. Пастернак писал Анне Андреевне в том же письме «Тон Перцова возмутил нас всех». Но тут думают, между прочим, Толстой, что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о вас в журнале, а не в газете. Такая статья не появилась. Сталинской премии Ахматовой не дали. Пенсию не увеличили. Квартиру дали только после войны. Тем не менее, Анна Андреевна поехала в Москву хлопотать о Леве. Лидия Корнеевна записывает 31 августа 1940 года, то есть сразу после возвращения Ахматовой в Ленинград. Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все от него зависящее. Все последние дни перед отъездом она твердила. Фадеев меня и на глаза не пустит. Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на сталинскую премию. Лидия Корнеевна не могла даже в своих стенографических записях рассказать полным голосом, что происходило в Москве в последний день пребывания там Анны Андреевны. Это помню я. После беседы с Фадеевым Анна Андреевна направилась в прокуратуру СССР на Пушкинскую улицу. Я пошла с нею. Когда ее вызвали к прокурору, я ждала ее в холле. Очень скоро, слишком скоро, дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек гораздо ниже ее ростом и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами, тычась в разные двери, не находя дороги к выходу. Я бросилась к ней, уж не помню, как и куда я ее отвезла. Без промедления она поехала в Ленинград. Я провожал ее, посадила в поезд, а, вернувшись домой, тотчас села писать письмо Леве в Норильск. До этого дня я, как уже говорилось, ему в лагерь не писала. Что ж меня заставило прервать молчание? Почему-то Анна Андреевна обязательно должна была сообщить ему об отказе прокурора. Это ее страшило. У Левы и так рождалось подозрение, что мать за него не хлопочет или делает это неумело. Нашлись люди и за полярным кругом, которые раздували эту искру в большой огонь. Я видела, что Анна Андреевна не в силах написать ему о крушении их надежд, но не может ни солгать, ни промолчать. Положение становилось катастрофическим. Тут сердце мое не выдержало, и я импульсивно начала писать Леве сама. Я писала всю ночь, задумываясь над каждым словом. В конце концов поняла, что не надо никаких намеков «Какие тут секреты?» Анна Андреевна открыта была в прокуратуре. Постоянные наши наблюдатели, конечно, видели меня с нею на перроне Ленинградского вокзала. Я подписалась с полным именем, на конверте обозначила свой почтовый адрес и начала письмо сразу с сообщения, что только что проводила Анну Андреевну к поезду. Она была в прокуратуре и возвращается в Ленинград. Далее я прямо сообщила о мрачном результате этого посещения, разумеется, без душераздирающих подробностей. Затем следовали слова утешения и надежды. Так как я писала от всего сердца, то и слова находились нужные. Несмотря на то, что я вижу много новых людей, писала я, я никогда не забываю о нем. Он — мое горе. Главная цель моего письма была в том, чтобы просить его не писать Анне Андреевне сердитые письма. Она делает все, что может. Помню хорошо такую мою фразу. Ответа я не получила. Но эффект от моего письма был. Анна Андреевна мне говорила, что Лева стал писать ей мягче. Я считала, что это служит признаком того, что мое письмо дошло до него. Только после войны я узнала от самого Левы, что он мне ответил тогда, но его письмо, видимо, где-то в дороге пропало. В то время это было обычным делом. В 50-х годах, напротив, почтовая связь с лагерем работала бесперебойно, даже еще при жизни Сталина. Возвратимся к 40-му году. Когда после исправлений, вычеркиваний и дополнений я переписала начисто свое письмо и опустила его в почтовый ящик, у меня закружилась голова от страха перед Анной Андреевной. А вдруг она будет меня винить за этот поступок? Впрочем, ведь она сама дала мне его на рильский адрес. Надо было бояться другого. Дело в том, что за полгода до того мне пришлось заполнять одну анкету, содержавшую некий неслыханный для меня вопрос, кто из ваших родных или знакомых подвергался репрессиям? Я указала на двух покойников Мандельштама и моего родственника СР, а о Леве не упомянула. Если бы два этих документа были сопоставлены, могли бы быть неприятные последствия. Но я пренебрегала этим то ли по легкомыслию, то ли по соображениям здравого смысла. Я считала, что эти материалы шли по разным каналам, и мало шансов, чтобы они сошлись. И не такая уж я персона, чтобы кто-то специально мною занимался и разыскивал мои документы. Однако моя анкета все-таки всплыла год спустя, но это уже особая история. Глава девятнадцатая для меня сороковой год начался несчастливо. В Марьино-Рощинскую идиллию вторгся резкий диссонанс. Николай Иванович внезапно сорвался с места и ушел встречать Новый год, очевидно, со своей роковой возлюбленной, которая неожиданно его позвала. Разумеется, он мне не открыл истинной причины своего поступка, тем обиднее он мне казался. Я провела новогодний вечер дома, и это поставило меня в неловкое положение перед моими родными. Оно было тем более не кстати, что я опять была безработной. Не помню, почему моя договорная работа в историческом музее кончилась. Положение мое становилось все невыносимее. Неудивительно, что я ухватилась за единственную представившуюся возможность устроиться на работу. Речь идет об учреждении, название которого укладывалось в безобразнейшую аббревиатуру ГАХКЕ Государственный архив феодально-крепостнической эпохи. В действительности это был старейший и богатейший национально-исторический архив. Он помещался на Пироговской улице в районе Девичьего поля. И мне представлялось, что в этом же здании служили архивные юноши пушкинской поры. А Александр Иванович Тургенев именно здесь окончательно испортил себе зрение, уже подорванное его неустанными розысками документов по истории России во всех архивах Европы. Гавке славился своей свирепой и невежественной начальницей, коммунисткой из когорта латышских стрелков. А сам архив находился в ведении НКВД. Эти обстоятельства заставляли меня колебаться. Я не решалась связываться с ними, когда они объявили в начале года набор договорных сотрудников. Но жизнь уже так напирала, что в марте я пошла туда наниматься. Несколько раз я приходила к этой начальнице, пока мы не договорились. Я заполнила анкету и по ее указанию пошла кому-то за подписью и печатью. Я попала в большую канцелярию, где стояло несколько рабочих столов, а у окна большой письменный стол, за которым сидел одетый в форму начальник. Он попросил меня обождать. Я заняла свободный столик, рассеянно глядя по сторонам. В это время в комнату стремительно вошла молодая сотрудница «Вам дали не ту форму анкеты», она кинула мне на стол другой образец и торопливо удалилась. Я начинаю лениво заполнять сызново анкету, но постепенно замечаю, что вопросы все усложняются и усложняются. Тут и вышеупомянутый вопрос о репрессированных знакомых и вопрос «Не был ли кто-нибудь из моих родных на территории, занятый белыми?» И, наконец, «Знает ли меня кто-нибудь из сотрудников органов?» «Никто, никто», отмечаю я с удовольствием, но появляется снова та же сотрудница и подкидывает мне еще один отпечатанный типографским способом бланк. Это расписка о неразглашении. Я подписываю. Занимаясь в архивах как исследователь, я часто подписывала подобные обязательства. Подобные, но не такие, потому что здесь выходило так, что я сотрудница органов, правда, графа в каком отделе осталась незаполненной. Впрочем, у меня от волнения двоилось в глазах, и я не помню точных формулировок в этих злополучных документах. Я предположила, что мне хотят поручить работу над каким-нибудь секретным фондом, но, с другой стороны, какие же документы я оставляю о себе? Разумеется, я могла бы попросить объяснение у начальника, но на меня украдкой поглядывали не менее шести сотрудниц, работавших за своими столами. Я побоялась при этих свидетелях обнаружить свое истинное отношение к НКВД. Мало того, оказалось, что мне еще надо было принести две рекомендации от коммунистов. Я решила, что должна выполнить это требование, чтобы не произвести впечатление человека с дурной репутацией, а после этого, думала я, под каким-нибудь предлогом я откажусь от работы в гавке. Пока я была занята добыванием рекомендаций, я пребывала в смятении. Советовалась снова со своим старшим братом. Он отнесся к моему рассказу равнодушно. В метрострое, где он работал старшим инженером-электриком, он был засекречен и заполнял всякие подробные анкеты. Моя Елена, напротив, осыпала меня упреками. Помню, как, оставшись одна в ее комнате, я сидела с бритвой на запястье и решала, перерезать ли мне себе вены или выйти на лестничную площадку и выброситься из окна пятого этажа высокого доходного московского дома. Ничего такого я, однако, не сделала. Постепенно я как будто даже успокоилась, но когда я принесла рекомендации и тот же начальник радостно меня спросил, и телефончик свой оставили, я поняла, что попала в ловушку. Больше я в эту канцелярию не являлась, а недели через три пришла к твердокаменной директорше и сообщила ей, что серьезно заболела и работать в гавке не буду. Трудно передать, в какое бешенство она пришла. Приводила в пример каких-то самоотверженных женщин, работавших, скрючившись от боли, но не покидавших своего поста. На меня это не подействовало. Тогда она стала сулить мне такие материалы, какие она даже Тарли не показывала. Это было заманчиво, но я не уступала. Она продолжала наседать на меня, и только тогда я задала ей вопрос, который надо было задать с самого начала, там, в канцелярии. А что, разве все сотрудники архива заполняют такую анкету? Нет, закричала она с пеной у рта, не все, надо войти в систему. На этом наше собеседование окончилось. Больше я в этом проклятом гавке не была ни разу, пока все архивы не переконструировали, и уже после войны и двадцатого съезда я часто занималась в том же полюбившемся мне здании, в нормальных условиях, в архивах Цгада и Цгаор. Постепенно я стала забывать об этом отвратительном приключении, как будто прошедшем бесследно. Между тем, в Москве и Ленинграде уже шла интенсивная подготовка к столетнему юбилею Лермонтова. Я опубликовала в газетах и журналах ряд исследовательских статей, среди них две большие, получила за них неплохой гонорар. Материальное положение мое несколько улучшилось. Редакция литературного наследства пригласила меня участвовать в подготавливаемом ими Лермонтовском двухтомнике. Это была интересная работа. В редакции царила дружная деловая атмосфера, при этом очень веселая, благодаря темпераменту и неиссякаемому остроумию Ильи Самойловича Зильберштейна, вдохновенного инициатора этого известного издания. Его соработниками были Сергей Александрович Макашин и Иван Васильевич Сергеевский. Последний вел Лермонтовский тома. Он очень хорошо ко мне относился. У всех троих были свои тонкие и тесные отношения с архивами. После многих хитроумных скрытых от меня переговоров с архивом Наркомындела мне были предоставлены уникальные документы по делу о дуэли Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом Де Барантом. Я и без того уже опубликовала ряд новых материалов по этому делу, причем некоторые из них хранились в том же архиве. Но самое главное, они предусмотрительно от меня скрывали, пока не договорились более основательно с редакцией. Теперь на страницах литературного наследства я могла опубликовать более полное исследование. В этом были заинтересованы и архив, и редакция, и я. В процессе общей работы Иван Васильевич Сергеевский однажды обратился ко мне. Хочу поговорить с вами, как мужчина с мужчиной. Разговор начался с вопроса. У вас нет хвостов? Нет. Оказывается, в редакции есть намерение поручить мне еще одно исследование, построенное на еще более значительных материалах. Но для этого надо засекретиться. Могу ли я? Согласна ли я? Я чистосердечно рассказал Ивану Васильевичу о прошлогоднем инциденте. Это известно, сказал он с величайшим спокойствием. Я взяла несколько дней на раздумье. Страсть исследователя взяла надо мной верх. Я пришла к Сергеевскому и заявила о своем согласии. Надо было видеть, какой взгляд он бросил на меня. Взгляд полный упрека и разочарования. У меня упало сердце. Но отступать уже было поздно. Пошел конкретный разговор об оформлении. Простившись с ним, очень подавленно я пошла к выходу. Но только я взялась за ручку двери, Сергеевский меня окликнул. Эмма Григорьевна, вернитесь. Заняв прежнее место против него за столом, я услышала «Туда не надо идти». Он объяснил «Это дело темное. Сегодня вам поручают архив, а завтра могут дать другое задание». У меня будто камень свалился с сердца. Но все-таки я растеряна. А как же Лебедев-Полянский и другое высокое начальство? Ведь это очень плохо, плохо, не спорит со мной Иван Васильевич. Но все уже решено. Я отказываюсь. Возвращаюсь домой совершенно счастливая. Только ли от того, что я избавилась от ложного шага? Нет, не только. Меня охватывает ликующее чувство радости за Сергеевского. Он, тривиальный и тертый советской литературовед, раскрылся передо мной с другой подлинно человеческой стороны. Я не могла тогда предвидеть, что имя Сергеевского будет связываться с его участием в травле Ахматовой в 1946 году, когда вышло мракобесное постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это уже новая глава послевоенной истории, но я не забывала никогда о том, как он меня спас. Глава двадцатая В декабре 1940-го я опять стала сотрудником Государственного литературного музея, но не для работы в каком-нибудь его отделе, а для участия в подготовке Всесоюзной Лермонтовской выставки к столетию со дня гибели поэта 15-27 июля 1841-го года. Это та самая уникальная выставка, которая была открыта всего один день. Ведь с 23 июля Москву уже бомбили. На следующий день после открытия мы стали сворачивать выставку, готовить к эвакуации драгоценные экспонаты, собранные со всех музеев Советского Союза. Не успели даже сфотографировать экспозицию, не был подготовлен каталог, не было откликов печати. Никто не помнит этой выставки, как будто ее и не было. Между тем, она являла собой некое новое слово и по своей структуре, и по оформлению, и по научному методу. Постараюсь, насколько это возможно, при полном отсутствии письменных материалов, рассказать о том, что сохранилось в памяти. Лермонтовский юбилейный комитет состоял при Совнаркоме, но административной и научной базой служил литературный музей. Бонч Бруевича там уже не было, как старого большевика и соратника Ленина его затравили и ушли из созданного им заповедника уникальных рукописных и живописных материалов по истории русской литературы. Владимир Дмитриевич собирал и покупал архивы еще здравствующих писателей. В деньгах нуждались все и охотно откликались на предложение музея. В одном из ранних зарубежных изданий мне встретилось крайне наивное толкование этих взаимоотношений, будто писатели сдавали свои архивы в музей с целью сберечь их от всевидящего ока ГПУ или НКВД. Не то место, дорогие комментаторы. Связной между писателями и директором была обаятельная и красивая Клавдия Борисовна Сурикова, преданная Владимиру Дмитриевичу. Писатели радушно принимали ее у себя дома, а, приходя в музей, обращались к ней как к очаровательной хозяйке этого уютного особняка. Такой я застала ее еще в 1936 году и какую же перемену я наблюдала теперь, через четыре года. Случайно я узнала, что Клавдия Борисовна не может провести свой отпуск в доме отдыха, зарплаты технического секретаря не хватало, чтобы оплатить путевку, а на льготы от профсоюза она уже не могла рассчитывать. Она жила одна с маленькой по словам сослуживец, фасадная сторона ее теперешнего существования была единственной ее утехой. Но и этой деятельности пришел конец. Я была свидетельницей такого эпизода. Придя утром на работу, Клавдия Борисовна нашла на спинке своего стула чужой жакет. Вначале она не обратила на это внимание, потом стала удивляться, так как никто не приходил за своей вещью. Открыла ящик стола. Там лежали чужие папки. Она задала недоуменный вопрос оказавшейся рядом сотрудницы. Та с тайным злорадством посоветовала ей подойти к доске приказов. Оказалось, что Клавдия Борисовна уже не секретарь, а переведена в какой-то другой отдел. Он помещался на втором этаже в комнате, куда никто из писателей не заглядывал. Этот способ снимать с должности неугодного сотрудника отвечал, видимо, особенной страсти начальников унижать людей. Такие приемы были в ходу в нацистской Германии. По крайней мере, в послевоенном немецком фильме «Мы, вундеркинды» есть точно такая сцена. Разница только в том, что героя, служившего в издательстве, редактором, отправили не наверх, а в подвал таскать и упаковывать книги. Интересно знать, кто у кого перенял этот метод изощренного хамства, нацисты у нас или мы у них. Самое же удивительное, что Зинаида Федоровна Иловайская, так нагло занявшая место Клавдии Борисовны, оказалась впоследствии милейшей женщиной с трудной и даже героической судьбой, я имею в виду ее самоотверженные дежурства на крыше музея во время войны. Странно, что с обеими этими секретаршами у меня установились теплые личные отношения, а с научными сотрудниками общих интересов не было. Главное расхождение относилось к методике устройства литературных выставок. Они делали основной упорно-словесный материал. Когда этим приемом пытались раскрывать идейное содержание сложных художественных произведений великих писателей, получался монтаж цитат. При таком принципе изобразительный материал душа и ум всякой выставки невольно оказывался в подчиненном пейзажи и портреты тексты и мелкие предметы развешивались не только на стенах но и на дверях на израстах голландской печи на боковой стенке шкафа или на выступе стены и все это подчинялось только логике тематического развития. Такая художественная слепота вызывала резкий отпор у опытного музееведа и страстного коллекционера Николая Палча Пахомова. Особой его специальностью был Лермонтов живописное наследие и автографы. Естественно что работник такого профиля с трудом мирился с тусклой экспозицией литературного музея а те в свою очередь обвиняли его в непонимании смысла творений Лермонтова. Известная доля правоты была в их утверждении Пахомов придерживался традиционных правил развески живописных экспонатов совершенно не считаясь содержанием произведений поэта. Эту междоусобную войну я застала в самом разгаре когда пришла в 1940 году но вскоре непримиримые противники были ошеломлены совсем новым веянием ворвавшимся в их застарелую распрю. Для оформления Лермонтовской юбилейной выставки были приглашены ученики и последователи Малевича Николай Михайлович Суетин и Константин Иванович Рождественский. Они только недавно завоевали признание в административных кругах благодаря как говорят блестящему оформлению советского павильона на Всемирной Парижской выставке 1937 года. Пахомов выходил из себя. Привыкший к стилизованному оформлению вампирных московских особняках или усадебных домах, он насмешливо фыркал, знакомясь с проектами новых художников Made in USA и прочее. Он персонально ненавидел Суетина и Рождественского, считая, что они на ходу подметки режут. С другой стороны, бывшие сотрудницы Бонч Бруевича вспоминали с презрением, как Суетин приходил в музей совершенно нищим, отвороты брюк превратились у него уже в бахрому. Зато полную поддержку новые художники нашли у Ираклия Андроникова, члена правительственного юбилейного комитета. Если бы вы знали, какого труда мне это стоило, признавался мне Ираклий, как бы извиняясь за такой скачок в своей карьере. До тех пор мы были с ним на равных правах членами Лермонтовской комиссии при Институте мировой литературы имени Горького. Оба начинали с разработки проблем, поставленных Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, делились друг с другом своими находками. У нас образовалось как бы разделение труда. Сферой его поисков были живые потомки лермонтовских современников, моей архивные материалы, которые я разыскивала только в государственных хранилищах. У него уже было три публикации в журналах и газетах, у меня тоже, но Ираклий был очень популярен в артистических и литературных кругах благодаря своему уникальному дарованию имитатора, пародиста и рассказчика. Тогда оно считалось любительским. Он еще не пробовал свои силы в публичных выступлениях в Ленинградской филармонии и в зале имени Чайковского в Москве, но вся его ежедневная жизнь была работой актера. В каком бы учреждении он не появлялся, он всегда шел прямо в кабинет директора. Очаровав по дороге всех сотрудников и секретарш своими показами и рассказами, он разворачивал их полностью в избранном кругу в директорском кабинете. Возвращаясь на выставку из командировки, он так расскажет и покажет прение в пушкинском доме, что скучное подчас литературоведческое слово начинало светиться пестрыми красками и согреваться тонким юмором. Такие рассказы Андроникова очень любил Николай Павлович Анциферов и не только за искусство артиста, но и за умную и компетентную информацию. Андроников был прекрасным референтом. Анциферов не примыкал ни к одной музейной партии, но с живейшим интересом относился ко всем. Я иногда миролюбиво попрекала его. Плохо, мол, он разбирается в людях. Вы оптимист, говорила я, но он возражал с грустной и мудрой улыбкой. Нет, я пессимист. Он был снисходителен к людям, потому что слишком часто сталкивался с нравственными уродами, например, на следствии и в Соловка, где провел в заключении несколько лет. В противоположность ему наши музейные литературоведы, уверенные в том, что новые художники-оформители ничего не понимают в литературе, сомневались, смогут ли воспринимать великие идеи русских гениев эти деловитые мастеровые американской складки. Но оказалось, что они проникли во внутренний образ произведения Лермонтова лучше, чем профессиональные знатоки литературы. Помню, как Рождественский заметил в поэме Монго автохарактеристику поэта, которую никто из нас до тех пор не выделял из шуточного и фривольного текста этой гусарской поэмы. Слова он весил осторожно и опрометчив был в делах, порою трезвый, врал безбожно и молчалив был на пирах. А Суетин, рассматривая портреты вдохновительниц лирики Лермонтова и вникая в характер отношений поэта с этими женщинами, заметил, что в любовных увлечениях Михаила Юрьевича преобладало психическое начало. Суетин выразил свою мысль косноязычно, вернее, лаконично, потому что был вдумчив и медлителен в противоположность ловкому и обходительному рождественскому. «Бык со скрипкой», назвала я как-то Суетина в разговоре с Харджиевым. Рассмеявшись, он ответил, что у Малевича есть картина «корова и скрипка». Больше всего мне приходилось разговаривать с третьим художником-оформителем Борисом Владимировичем Эндером. Он не работал в Париже на всемирной выставке и не был учеником Малевича, а шел в живописи своим путем. Начинал как ученик Матюшина, был абстракционистом. Суетин и Рождественский пригласили его участвовать в работе на нашей выставке как единомышленника и друга. На его долю выпало оформление моего зала. Тут были представлены центральные произведения Лермонтова, «Герой нашего времени», «Демон», «Дума», «Первое января». Добиваясь соответствия оформления глубинной тональности произведения Лермонтова, мы с Эндером часто беседовали о поэзии и искусстве. Между прочим, он много рассказывал о художнице и писательнице Елене Гуро, одной из первых кубофутуристов. С нею у него была совсем особенная духовная связь. Он все доискивался, где проявлялась детскость Лермонтова, без чего, по его мнению, нет поэта, а я, посвящая его в сущность моих находок, находила у него больше понимания, чем у специалистов литературоведов, часто склоняющихся к догматическому мышлению в своей области. Борис Владимирович, так же, как и я, не умел разговаривать с начальством. Видимо, он никогда не мог ладить с администрацией и не умел добиться своевременной выплаты по предыдущему договору. Поэтому он приходил работать на выставку голодным. От меня он скрывал, но при Андрониковой однажды упал в обморок, и только тогда выяснилось, что он не обедает. Суетин и Рождественский старались, чтобы он не попадался на глаза руководящим лицам, опасаясь, как бы он не вступил с ними в принципиальный спор об искусстве. Легко обходились с идейными товарищами. Надо было видеть и слышать, как красноречиво защищал рождественский проект оформления своего зала перед членами очередной комиссии. «Это будет художественно», вдохновенно говорил он, и те, как завороженные, таяли и верили ему. А он в своих оригинальных живописных работах добивался совсем другой художественности. У него была своя мастерская, где он работал с восьми часов утра до ухода на выставку. Это мелькало в разговорах художников, так же, как и упоминания о сумасшедших картинах, которые он по утрам пишет и будто даже ищет секрет разложения тканей. Так же, как и для предшествовавшей знаменитой Пушкинской юбилейной выставки 1937 года, Лермонтову были предоставлены залы Государственного исторического музея. но Пушкинская была богаче и по материалу, и по накопленному научному опыту. Пушкин занимал весь второй этаж с круговым маршрутом осмотра от главного входа с Красной площади до выхода через служебный подъезд напротив Никольской башни Кремля и ворот Александровского сада. А мы должны были расположить свою выставку в трех или четырех залах на самом верхнем пятом этаже. Залы были огромные, потолки высокие, а окна узкие. Это давало неровный свет и мешало осмысленному свободному размещению экспонатов. Наши художники решили эту задачу так. Окна были зашиты, свет был только электрический, кстати говоря, для верхнего света были куплены роскошные люстры XVIII века. Но дело не в этом. Получившееся ровное пространство очень длинных стен было перерезано наложенными на него деревянными рамами. Внутри этих геометрических фигур выгодно выделялись предметы искусства прошлого века. Вообще-то проблема сочетания современных форм и материалов со старинной бурно дискутировалась среди сотрудников литературного музея. Они по традиции стремились к стилизации, вернее, к имитации пушкинской и лермонтовской эпохи во всем в интерьере, в обрамлении акварелей и рисунков. Так ли это обязательно? Эндер свободно и изобретательно выбирал любые формы, подчеркивающие достоинства экспонатов. Он умел гармонически сочетать предметы разных стилей. Зал Зал, оформленный самим Суэтиным, особенно выделялся своей структурой. Это был последний зал, куда по традиции включались обязательные казенные темы о значении русского писателя для мировой литературы и о влиянии его творчества на советских поэтов и прозаиков. Я эти сюжеты терпеть не могла, поэтому плохо помню подробности разработок в этом зале. Помню только, что Суэтин создал блестящий в архитектурном отношении финал всей выставки. Это был подлинный апофеоз. Первые два зала были оформлены по тому же принципу наложенных на стену рам, но это не бросалось в глаза. Там было царство цвета. Зал первый детства в Тарханах, Москва, юнкерское училище в Петербурге оформлял Рождественский. Этот зал производил впечатление залитого солнцем. Стены переливались с нежными акварельными красками. Я говорю об общем впечатлении, а не о реальном материале. Среди экспонатов, конечно, была не одна акварель. Там были и масло, и графика, и карандашные рисунки, но общий тон зала был светлый, вернее, радужный в буквальном, а не переносном смысле этого слова. Мне казалось, что Рождественский был особенным любителем дневного света. Я случайно слышала, как он говорил по телефону с соседкой по квартире, уточняя время до к ним. Но ни слово «время», ни который час, ни разу не прозвучало в его речи. Он только выяснял, где тогда было солнышко. Художники думают глазами. Свет и линии говорят им раньше, чем логическая мысль. Я в этом убедилась, когда в первые дни войны делала с Рождественским передвижную выставку на тему «Отечественная война 1812 года». Изобразительные материалы мы выбирали из богатого фонда Лубков Литературного музея. Я выбрала лист, изображающий Наполеона на берегу Немана, то есть перед началом наступления на Россию. «Нет», возразил Константин Иванович, «возьмем этот». Тут было изображено то же самое, но на берегу стояло одинокое дерево. Я не обратила внимания на эту деталь. Между тем, все ветви дерева были обращены в сторону Наполеона. Видите? Дует противный ветер. Тут уже есть все. Отступление из Москвы, бегство из России, словом, неудача, поражение. А Эндер по-своему читал героя нашего времени. Когда он решил украсить наш стенд восточным ковром, он исходил не из банального представления об убранстве комнаты кавказского офицера. Над диваном персидский ковер, на нем красуется кинжал, пистолеты и прочее искусно отделанное оружие. Он не повторил этот стандарт, а шел от свежего впечатления, перечитывая роман. Борис Владимирович так защищал свое намерение. Ведь Печорин умер в Персии, а на Кавказе покупал в лавке персидский ковер. Вы помните? Я ли не помнила? И вот два небольших персидских ковра служили предметом декора, а не иллюстрации к фабуле к книжной мэри. Они были помещены наверху горизонтально и симметрично, дополнительно закрепляя форму всего отгороженного деревянными рамами пространства. Центром этого стенда служил портрет Лермонтова, окруженный портретами участников кружка 16-ти. Качество портретов было невысоким, но Эндер и тут нашел выход. Он тонко тонировал паспарту, выбирая оттенки цвета для картона, на которых наклеивались рисунки и гравюры. В сочетании с пестрыми изображениями маскарада в Зимнем дворце, да еще с акварельными портретами графини Эмилии и Вильгорской, олицетворявшими излюбленный Лермонтовым тип мягкой женственной красоты, весь этот стенд воспринимался как симфония красок. Но общий колорит оставлял впечатление не яркого, а мерцающего света. Это соответствовало моему восприятию гениальной прозы Лермонтова. Ни то, ни другое не интересовало постоянных сотрудниц Литературного музея и одна из самых влиятельных среди них заметила, поджав губы, слишком красиво. Если бы речь шла о выставке, посвященной Некрасову или Льву Толстому или Достоевскому, такое замечание могло бы быть оправдано. Резкое падение эстетики быта в приформенной России известно. Но в Лермонтовское время, когда не только он, но и ближайшие его друзья хорошо рисовали, многие были музыкально одарены, когда сам Лермонтов в некоторых своих произведениях уделял особое внимание архитектуре и интерьеру, наконец, если вспомнить такие роскошные его баллады, как «Три пальмы», «Дары терека», «Свидание» и «Спор», упрек в излишней красоте покажется совсем неуместным. Впрочем, мнение музейных кадров уже не имело влияния на судьбу юбилейной выставки. Гораздо хуже обстояло дело, когда еще до завершения работы нас посещали высокие руководители. Так, когда пришел Фадеев и увидел, что для стенда Мцири я выбрала ведущим мотивом такой «Да, да, рука судьбы меня вела иным путем, но нынче я уверен в том, что мог бы быть в краю отцов не из последних удальцов», он возмутился. Он твердо помнил, что герой рвался от келей душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв. Фадеев повторял уже заезженные романтические строки «Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». И было удивительно смотреть на Андроникова, всегда такого взрывчатого и воинствующего, когда он со смирением школьника выслушивал замечания своего высшего начальника, генерального секретаря Союза советских писателей. Он даже не пытался защитить мою версию, хотя в ту пору обычно шумно меня хвалил. Конфигурация стендом Цири мало переменилась из-за перемены эпиграфа. Но вот стенд героя пришлось весь перестраивать из-за резких идеологических нападок Кирпотина, ведущего марксистского критика, руководителя Лермонтовской комиссии. Он возмутился близким соседством автора героя нашего времени с портретами шестнадцати. Причем здесь эти аристократы? А где Белинский, где Герцен, где отечественные записки гневно? Вопрошал он. Конечно, они все были у нас, но не в центре стенда. У нас был другой замысел. Мы стремились отразить процесс зарождения образа Печорина, а не его историко-литературное значение. Ведь понимание романа Лермонтова с течением времени, естественно, отдалялось от толкования те лет, как новейшая критика причислила Печорина вместе с Онегиным и Обломовым к разряду лишних людей. Потом и это толкование уступило место другому. Нужно ли на выставке отражать весь этот исторический процесс? А мы хотели избежать казенной скуки, добиваясь воплощения нашего сегодняшнего современного понимания героя нашего времени. Честно говоря, я предлагала не наше современное понимание, а только мое толкование романа Лермонтова. Проникнуть в тайну движения подтекстов гениальной прозы Лермонтова я сумела несколько позже, уже во время войны, а додумать до конца и опубликовать свою концепцию мне удалось только через 30 лет в книге «Герой нашего времени» Лермонтова «Москва 1976». Но выставка — дело коллективное и официальное. Спорить с руководством у меня не было возможности. Мы смирились. Эндер перестроил нашу экспозицию с новой изобретательностью. Общий вид стенда мало пострадал, но пропала идея, моя идея. Уверена, что, рисуя в доме образ нашего поколения, а в прозе современного человека, которого он слишком часто встречал, Лермонтов отталкивался от 16. Однокружковцы или одноклубцы встречались почти ежевечерне, как раз в ту пору, когда поэт написал думу и работал над своим знаменитым романом. Мне не удалось высказать и доказать эту мысль со всей определенностью даже в 70-х годах. Этому препятствовало и болезненное отношение нашего общества к бывшей российской монархии и ее цитулованной знати. А ведь большинство 16-ти были сыновьями именно тех царедворцев, которые, по выражению того же Лермонтова, стояли у трона жадную толпой. Наше общество до сих пор, 1992-й, относится к этой знати с непонятной остротой, будь то ненависть, выражающаяся в глумлении, будь то любование, доходящее до холопства. Я не теряю еще надежды написать в новом ракурсе о 16-ти, то есть о типе русского дэнди 19-го века, образовавшемся после поражения декабрьского восстания. Богаты мы, едва исколыбели ошибками отцов и поздним их умом. Это не те русские дэнди, о которых писал Александр Блок в 1918-м году под влиянием беседы с одним из своих младших современников. Лермонтовские дэнди почти все сгинули, не раскрыв себя, кто, не дожив до 30-ти лет, кто, едва перешагнув через свое сороколетие. Трое из них сражались рядом с Лермонтовым. По рассказам очевидцев, они как будто сами искали смерти. Жарве, князь Долгорукий, барон Фредерикс. Некоторые русские публицисты и мыслители улавливают тягу к гибели и в поведении самого Лермонтова на его последней дуэли с Мартыновым. Вернемся, однако, к 1941 году. В первых чистых июня, как мы помним, я видела Анну Андреевну Ахматову и Марину Ивановну Цветаеву в Марьиной роще у Николая Ивановича Харджиева. Но вот какая странность. Вспоминая об этом, я всегда была уверена, что это было в 1940, а не в 1941 году. Как-то я спросила у Николая Ивановича, когда же это произошло, и он, уверенно, тоже назвал 1940 год. Чем объяснить такую аберрацию памяти? Ведь только после специальных изысканий, сопоставлений разных косвенных данных, и, наконец, после опубликования точно датированной записи Ахматовой, всякие сомнения были отброшены. Первая и последняя встреча двух поэтов происходила за две недели до начала Великой Отечественной войны. Объяснение нашей с Харджиевым ошибки очень простое. До войны у нас была другая психология, и все тогдашние события слились в нашем сознании в одну эпоху. Странное было это предвоенное время. В Москве установился какой-то притихший выжидательный политический климат. Да, конечно, мы следили за событиями Европейской войны. Достаточно вспомнить стихи Ахматовой о погибшем Париже и лондонцам, да еще об осаде «Тобрука в Ливии», названной в поэме «Без героя, чтобы отвести от нас невольно возникающее обвинение в равнодушии и беспечности. Но как-то инстинктивно я, да и не только я, уговорила себя, что после финской кампании у нас войны не будет. Помню, как нам на выставку пришел профессор Николай Леонтьевич Бродский и озабоченно заметил, не идет ли дело к войне Гитлера с Советским Союзом. Мне показалось, что я слышу голос из подземелья или откуда-то с далекой стороны. Между тем, работа над выставкой вступила в свою завершающую фазу. В залах исторического музея стало появляться много новых людей, приходили художники, интересующиеся новой работой Суетина и Рождественского. Конечно, часто заглядывал Николай Иванович, поочерительно рассматривающий находки своих единомышленников и личных друзей. Нередко посещал меня здесь и Евгений Яковлевич. Дома в эти дни меня трудно было застать. Не забудем также, что генеральной репетицией вернисажа были его стихией. Предвернисажная суета шла своим ходом. Шрифтовики спешно что-то меняли в надписях под экспонатами, плотники и столеры подгоняли настенные рамы и мебель. Пахло деревом, краской, клеем, стучали молотки, пела-пела. Мы находились как будто в большой производственной мастерской. Это веселило. Вот Андроников и Рождественский вздумали изменить конфигурацию уже, казалось бы, законченного стенда. Они тащат лестницу и, хотя оба довольно солидной комплекции, по очереди лезут под самый потолок с молотком в руках. Оставшийся внизу поддерживает лестницу и корректирует перевеску большой картины. Они перекидываются шутками, в которых Иракли, стоя наверху, выступает как актер и режиссер, увлеченный экспозиционер и энергичный и точный рабочий. Иракли называет меня Емма, по примеру, домработницы моих соседей, а я его Андрон. Здесь мы были с ним не только коллегами лермонтоведами, но и соратниками по борьбе с нашими экстатичными музейными дамами. Наша сплоченность с художниками делала из нас особую партию в музее. Что греха таить, мы позволяли себе лишнее в борьбе со своими идейными противниками. Мы попросту их третировали, что не делает нам чести. Однажды Андроников вместе с художниками нечаянно перешли границу дозволенного. Я даже обрушилась на них чуть ли не с выговором. Они так небрежно отнеслись к необходимому совместному обсуждению одной из тем выставки, что забыли о научной сотруднице, являвшейся автором экспозиции этого стенда. Она не без волнения готовилась защищать свою концепцию, разложив на полу все свои экспонаты в уже готовом порядке, а оппонентов нет, оказалось, их нет в музее. Невозможно было смотреть на жалкую фигуру этой женщины, обычно такой заносчивой и самоуверенной. А отойти от ценнейших экспонатов, разложенных на полу, она не могла ни на минуту. Наконец все трое вернулись в музей, заметно приободрившиеся и повеселевшие. Видимо, они были в ресторане, где пообедали, как полагается, настоящим джентльменом. Правда, Андроников никогда не брал в рот спиртного. Он говорил, что ему не нужно пить, он и так как пьяный, пьян от жизни. Когда другие пили, он вдохновенно импровизировал. А когда Андроников разыгрывал свои рассказы, слушатели забывали о времени. Очевидно, так случилось и на этот раз. Кстати говоря, это было слабым местом его блистательного дарования. Он иногда затягивал процесс своих перевоплощений. В этом сказывался его дилетантизм. Я не раз наблюдала, как он не мог вовремя выйти из образа. Не он управлял своими гротескными персонажами, а они владели им. Иногда даже жутковато было смотреть на него во время таких сеансов. Надо думать, что после войны, когда он стал выступать публично в больших концертных залах, он приобрел чисто профессиональное мастерство. Темп и ритм работы ему диктовала заполненная до отказа аудитория. Это уже не то, что вызывать восхищенную благодарность маленького кружка знатоков. Вот какой полной жизнью я жила эти полгода. Мне даже приснился незабываемый по ощущению сон, как предчувствие блаженства, по слову Лермонтова. Предметного его содержания я не помню, но возник он на необычном фоне. За окном что-то происходило. Шли машины. Наступавшая на минуту тишина прерывалась нестройным хором грубых мужских голосов и опять этот однообразный грохот тяжелого транспорта. Бог знает, как попавшего на нашу глухую улицу. Он меня будет и опять убаюкивает. Я просыпаюсь окончательно уже полным утром, лежу, не встаю, стараясь удержать еще несколько минут непонятное чувство смутной радости, владевшей мною всю ночь. Внезапно дверь без стука распахивается. В комнату стремительно входит мама, никакого с добрым утром, она произносит только два слова. Германия напала. Почему перед бедой часто снятся счастливые сны? Не знаю. А стихи Лермонтова звучат так. Покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда и дав предчувствие блаженства не даст мне счастья никогда. Мой демон. Каждый помнит, как он прожил день 22 июня 1941 года. Один сразу получил повестку в военкомат и с этого дня больше не принадлежал себе. Другой не получил, но сам явился в военкомат или в райком партии, требуя, умоляя, настаивая, чтобы его послали на фронт. Третий был ошеломлен и испугался. А некто узнал о войне, когда еще все спали, потому что жил на даче и слушал по радио иностранные передачи. Он добрался до Москвы самой ранней электричкой и оказался первым перед еще запертой дверью сберкассы. Ровно в 8 часов утра он успел снять с личного счета весь свой вклад. Это был смушленый человек. Распоряжение заморозить сбережение населения до окончания войны пришло позже. Всякие я слышал об этих первых днях войны, но ни в устных передачах, ни в документальной хронике, ни в художественной литературе мне не случалось прочитать об одной подробности. Говорилось и о добровольцах, о зенитчиках и дирижаблях, устанавливаемых на улицах, но нигде не было сказано, что все молодое поколение вышло на улицу. В хорошее лето в Москве бывают в конце июня и в июле свои белые ночи. Темнота наступает на какой-нибудь один час и он не оставляет следа в сознании, спать не хочется. В одну ночь юноши и девушки поняли, что пробил их звездный или смертный час. От волнения они не могли оставаться дома, им хотелось быть вместе, но не в семье. В первый день какие-то группы организованно пошли на Красную площадь. Только что они принимали здесь поздравления с окончанием средней школы, праздновали начало новой жизни, но на этот раз их никто не встретил. Не до того было. Следующие группы растеклись по всему городу, к ним присоединялись новые, но они не строились в колонны, не связывались руками в цепи, не пели, не несли плакаты. Постепенно они заняли все мостовые на улицах и просто шли, кто подвое, кто потрое, а больше в одиночку, молча, изредка перекидываясь словами с идущими рядом, вдумчивые и взволнованные. Они прощались с московскими улицами, дворами, друг с другом, поколение шло навстречу своей судьбе. В один из таких первых дней я вышла из исторического музея вместе с Харджиевым. Мы мало разговаривали. Сегодня умер один писатель, прервал молчание Николай Иванович. Кто же это? Зощенко. Как? Зощенковский человек умер. А другой писатель возродился. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. Это были строки стихотворения Гумилева «Наступление», 1914 год. Глава 21 «На дне воронки» Та научная сотрудница, третируемая недавно художниками, в молодости, как говорят, была балериной. У нее остались изящные манеры, чего у профессиональных балерин в повседневной жизни не бывает. В музее она нашла себе преданного помощника. Это был новичок-мальчик с женственными повадками. Он охотно, с любовью и рвением выполнял поручения бывшей балерины и будущей писательницы о Лермонтове. Но у него самого будущего не было. В первый же день войны он исчез. Его призвали, отозвали, отослали. Скоро, очень скоро, нам как-то невнятно сообщили, что он уже убит. Промелькнул и сгинул. Мальчик с извивающимися движениями и открытой улыбкой. Больше никого из наших выставочных пока не призвали, но, конечно, мы не могли отгородиться от событий. Постепенно они становились все более грозными, но мы продолжали свое дело с таким напряжением, что даже находили место шуткам. Есть только две цели взять Берлин и открыть выставку. Нам казалось, что Берлин возьмут без нас и очень скоро. Сводки от советского информбюро еще не убили этой надежды, но постепенно мы стали слышать, как наши войска оставляли один населенный А Эндер пришел в музей с сообщением, что только что через Красную площадь к Замоскворечью проехал грузовик, набитый людьми. На их лицах было написано невероятное напряжение. Не из боя ли они вырвались? Такие новости пока что действовали на нас так, что мы еще более остервенело работали. Вы что, железные? С удивлением спрашивала меня вахтерша, дежурившая в наших залах. Стояла необычная для Москвы жара. Окна, как мы помним, были у нас зашиты наглухо. В других залах музея уже ввели затемнение окон. Мы задыхались от неимоверной духоты. А экспонаты наши хранились внизу в подвале этого огромного здания. Оттуда мы таскали их в тяжелых ящиках на самый верх под раскаленную крышу, взбираясь по лестницам, лифтов там не было, переходя в другой подъезд через анфиладу залов третьего этажа. Вахтерша рассказывала о встрече со старым товарищем коммунистом. Он описывал немецкие танки как надвигающиеся огромное стадо чудовищ. Бороться с ними нет никакой возможности. Но, говорил он, нельзя же самим класть голову на плаху, надо драться. Необыкновенные события вызывали в памяти моей собеседнице года ее юности, время гражданской войны. Родом она была из Астраханской губернии. Их деревня приходила из рук в руки. Женщины прятались. Когда красные стали братья вверх, они вылезли из подполов. Побежали за дами навстречу победителям с криком «Где наши коммунисты?» «Где наши коммунисты?» «Найдем», отвечали им. Разыскали местных мужиков. Под угрозами они довели их до берега Волги. Приказали им «Раскапывайте». «Мужики стали белыми, как ваш платок», продолжала вахтерша. «Там в яме наши коммунисты все и лежали, а среди них одна женщина. При нас раскапывателей и расстреляли. А через Волгу такой мост и так акации пахли». Среди вошедших в деревню Красных был ее будущий муж. Она с ним всю страну объездила, потому что он стал прокурором, его посылали в разные районы. А потом он начал ездить в командировке вместе с инспекторшей. А я от горя заболела, лежала в больнице. Он ко мне пришел. Да о чем же говорить, если эта инспекторша уже заположенила. Как всегда, в обеденный перерыв я выскочила из исторического музея в летнее кафе под большими зонтами. Недалеко от меня за столиком сидели двое. Один рассказывал что-то ровным голосом, без восклицаний и пауз. Девки наши намазали лица углем, навернули на себя всякое тряпье, чтобы казаться старухами. Я иду, подошел к околице, а там он. Эпический тон выдавал его еще не утихшее глубокое волнение. Ему удалось выбраться из деревни, занимаемой немцами. Возвращаюсь из клуба, где читала лекцию милиционерам о войне 1812 года. Со мной передвижная выставка. Она тяжелая, поэтому меня на обратном пути провожает милиционер. Мы стоим у белорусского вокзала, пережидая проезд транспорта. С ленинградского шоссе мчатся машины, грузовые, легковые, мотоциклы. На некоторые мотоциклетки мне указывает мой провожатый, эти едут с фронта. Я обращаю внимание на другие машины и ошибаюсь. Мой спутник прекрасно разбирается в каждой по типу грязи, которой она заляпана, по лицам едущих. Он знает также людей, ныряющих в метро. Вот обычные, известные в районе пассажиры, а этот кто-то чужой. Да, фронт близко, бомбежка с воздуха стала чаще. С 23 июля она началась. Налеты были и днем, и ночью. О, Адольф прилетел, хорохолица застегнутый на улице молодой зенитчик, и мы прячемся под крышу открытого угла многоэтажного дома. До убежища не добежать. Клавдия Борисовна все еще служила в литературном музее. Она пришла из своей верхней комнаты, одетая в какой-то тулуп, сапоги, подошла к своему столу, чтобы проститься перед поездкой на грузовике рыть окопы на дальних подступах к Москве. Молча взяла лежащий на столе листок с планом лекций для ПВО и на обороте написала «Где она, волшебной Геспериды, золотящаяся даль?» 1-9-41 Эмме Я так и не дозналась откуда эти два стиха. Впоследствии она была эвакуирована с дочкой в Казахстан, вернулась в Москву, много лет оставалась личным секретарем Бонч-Бруевича. Дочку вырастила одна, дала ей возможность получить хорошую специальность — врач. «Ждали нового барина», как выразилась наша домработница Поля. Она сравнивала возможный вход немцев в Москву с опытом своей жизни. Когда уходишь на новое место, волнуешься, думаешь, каков он будет, этот новый барин. А глядишь, и с этими хозяевами жить можно. С начала войны ее мобилизовали на трудовой фронт. Она поехала рыть окопы. Приезжая оттуда на один день рассказывала, как работают одни женщины, а мужчина над смотрщик рассказывает вокруг них и погоняет. Если бы кто-нибудь умный приехал и только посмотрел на это, только бы видел. Вместо Поли у нас была другая домработница, чужая и временная. Во время бомбежек она брала свою корзинку с вещами и сидела с ней в обнимку во дворе, не обращая никакого внимания на оставшихся в доме. Но даже такая бездушная эгоистка очень верно высказалась о речах первого секретаря горкома партии. Они лились из репродукторов промежутках между сводками советского информбюро воздушными тревогами и отбоями. В такое время нужно говорить особенными словами. Хочется услышать что-нибудь необыкновенное. Она вероятно имела в виду нечто соответствующее исключительности момента. Что касается патриотического чувства, то русских людей не надо призывать к нему. Оно у них в крови. Однообразные радиопередачи перебивались еще и псевдонародной музыкой. Разухабистые песни под гармонику шокировали не только меня, рафинированного интеллигента, но и народ, составляющий на улицах Москвы пеструю, не совсем понятную толпу. Один мужик со злой иронией и ненавистью надсмехался. «А гармошка-то хороша!» Я выходила из ворот нашего больничного сада. Сторож мне сказал «Все, ваша песенка спета, немцы уже в белых столбах». Я представила себе, как танки будут давить моих родителей, но как-то подобралась вся и удивленно подумала «Вот как это бывает, идешь навстречу ужасу и не теряешь рассудка». Только с этого дня я перестала думать о наших лагерях, перестала воображать переносимые там мучения, тоску, голод и холод. Насчет белых столбов сторож вероятно передавал неверный слух. С этой стороны немцы еще не подходили к Москве в тот первый период войны. Литературный музей помещался почти под самым Кремлем. Потом это здание занял музей Калинина. Фашистские асы с особой яростью бомбили эти места. Об этом свидетельствовала глубокая воронка в самом центре Манежной площади, появившейся после ночного налета. Еще страшнее был провал в доме, непосредственно соседствующем с музеем. Там, прямо напротив станции метро библиотека Ленина, где потом мирно уживались пирожковая и общественная уборная, находилась цельная секция четырехэтажного жилого дома. Ее вырвало прямым попаданием фугаски. А квартиры соседнего подъезда остались без четвертой стены. Особенно впечатляла пустая комната на последнем этаже. С улицы хорошо был виден узор обоев, картинка, трогательно висевшая над кроватью. Сама эта кровать. Многие жильцы этого дома были погребены под обломками, их откапывали еще в течение нескольких дней. Эту зловещую картину мы застали, придя утром на работу. Зинаида Федоровна, та самая, которая так нагло держалась, занимая место Клавдии Борисовны, оказалась героической женщиной. Она провела трудную ночь на крыше, где дежурила. Держалась мужественно и бесстрашно, тушила зажигалки. Жила она так же трудно, как и Клавдия Борисовна, но не с дочкой, а с мамой. Я несколько раз заходила к ней, в ее небольшую комнату, где стоял деревянный крашеный шкафчик с завешенным пестрой занавеской, застекленным верхом одностворчатой дверцы. Оттуда брали чистого мытой чашки, угощали чаем, чем богаты, тем и рады. К ней приходил друг, кажется, нигде не работавший, может быть, страдавший запоями. Казалось, что эта комната была единственным пристанищем в Москве, где душа его оттаивала. Сослуживцы Зинаиды Федоровны смотрели на эту связь проще, ругали ее, жалели, ставили себя на ее место, уверяя, что никогда бы не позволили так себя эксплуатировать. Но разве можно отнять у живых людей тягу к душевному теплу, одинаково необходимому и берущему, и дающему? К концу войны и вскоре после ее окончания у Зинаиды Федоровны открылась мозговая болезнь. Она обострила ее чувства и восприятие людей почти до ясновидения. Это тянулось несколько лет. От этой болезни она и умерла. И я не успела отдать ей 10 рублей, взятые у нее взаймы. Как можно брать деньги у тяжело больной женщины? Видимо, можно, когда находишься в безденежной крайности, когда тебе так по-братски их предлагают. Ведь дело было уже в период борьбы с космополитизмом, то есть безработицы евреев. Вести от советского информбюро становились все более угрожающими. Фашистские войска, или, как выражались бойцы-немцы в противовес прошлой германской войне, рвались к Москве. Отсюда уже вывозили детей. На нашем скромном музейном посту еще в здании исторического настроение начинало падать. Кто-то из художников упомянул о своих обнаженных нервах. Иракли не мог попасть на фронт, потому что Фадеев приписал его на флот, а ни один корабль еще не утонул. Иными словами, для Андроникова не открывалась вакансий. Вскоре художники отправили своих жен в эвакуацию, а затем Андроников проводил свою жену и дочку Манану в Казань. Я стала нервничать. Мне смутно представлялось ожидающее меня существование, воздушные тревоги, полная изоляция, сидение дома. Иракли попрекал меня за проблески уныния, говорил, что он меня не узнает. Конечно, в действительности я много ездил по госпиталям, но все четыре года войны я и вправду провела как бы на дне воронки. Уже началась осада Ленинграда. Уже стали неприкрыто бояться коммунистические дамы с прошлой парижской выставки, приглашенной нашими художниками на Лермонтовскую. Наконец уехал Ираклий. Куда? В Казань, к своей семье. Мы прощались. Ему было невыносимо стыдно. Отвернувшись к стене, как провинившийся тринадцатилетний школьник. Он расплакался, вытирая нос обеими руками. Он громко сморкался в большой платок, бормоча «Я не могу». Манана. Через несколько лет, когда он уже давно вернулся с войны, где в конце концов работал в фронтовой газете, он обронил в совсем уже отчужденном нашем разговоре. Я помню каким-то словом и интонацией. Он намекал на то драматическое прощание. Мне этого, я помню, было достаточно. В каждом доме, в каждой семье обсуждали, уезжать из Москвы или оставаться. О зверствах фашистов было еще мало известно. У Елены в доме решался мучительный вопрос, уезжать ли всей семьей или отправить одну Елену с детьми, восьмилетней Таней и двухлетней Лили. В один из таких дней у нее сидели друзья и одна соседка. Среди них была молодая интеллигентная еврейская женщина и приятница актриса. Обе они уговаривали Елену никуда не бежать. Языки развязались, соседка считала, что после ужасов 1937-го уже ничего хуже быть не может. Актриса малого театра, родом с Волги, красавица с прекрасной русской речью, ее поддержала. А каково будет переносить унижение, когда в Москве будут хозяйничать немцы? Сомневаюсь я. Ну так что? Будем унижаться вместе со всей Европой? Невозмутимо ответила Волжанка. В нашей квартире появился еще один из родственников нашего врага, врача ГПУшника. Это был немолодой человек в военной форме с красным околышем на фуражке, только что из Прибалтики. В коридоре он встретил моего отца и потрясенный рассказывал, как они уходили из Риги и с каждого окна в нас стреляли в спину. Я быстро ушла к себе в комнату. Вечером к папе пришел тот сосед врач, сообщил, что надо уезжать из Москвы. Сам он с семьей едет в специальном поезде. Он предложил папе взять его с собой со всей нашей семьей, кроме меня. Папа отказывался. Я его убеждала, говорил, что он всюду найдет работу, но он указывал, что оперировать он больше не может. Руки дрожат и зрение отказывает. Катаракта. А мы, его дети, в своем эгоизме этого до сих пор не замечали. Я представляла себе, как немецкие танки будут давить моих родителей и упрашивала папу согласиться, но они уже под Можайском паниковала я. Ну, если займут Москву, тогда в глубине Союза будет то же налиться все и уже будет все равно, где быть. Папа решительно отказался двинуться с места. У нас в Замоскворечии бомбежки были все чаще и попадания все ближе. Я ложилась спать, не раздеваясь. Боялась. А что, если нас накроет бомба? Как же я буду в одной рубашке? Вот идиотка. Была озабочена тем, чтобы под развалинами сохранять приличие. Впрочем, я знаю другой подобный случай. К нам приехали беженцы из Тулы. Знакомые старики, я должна была направить их в Саратов к детям и внукам. В тульской квартире над ними уже не было крыши. Они круглые сутки сидели под обстрелом, немытые, замерзшие, голодные. Вдруг старик обратился к своей жене. Франечка, ты бы в парикмахерскую пошла, прическу сделаешь. В общем, мы остались. Оба брата мои, не успев попрощаться с родителями были отправлены в составе метростроя в Магнитогорск и далее на заводы. Весь железнодорожный путь они проделали в вагонах московского метро. В эти напряженные дни в Москве оказалась Ахматова. Как известно, ее отправили на самолете из осажденного Ленинграда. Хотя Москву бомбили, но все-таки это не артиллерийский обстрел, которого Анна Андреевна совершенно не могла переносить в Ленинграде. Она была в тяжелом состоянии. Предупреждала, что в Москве будет тоже голод и холод. Ничего не будет, ни еды, ни дров, ни керосина. Только потом узналась из устных и письменных рассказов Зои Борисовны Томашевской, в каком положении Анна Андреевна очутилась в осажденном Ленинграде. Пунин с Анной Евгеньевной, дочкой Иры и внучкой Ани, был эвакуирован вместе со всей Академией художеств в Самарканд. Акматова осталась одна в опустевшей квартире на фонтанке. Томашевские взяли ее к себе. Но они и сами не могли жить в своей квартире на пятом этаже с испорченным лифтом, от голода они уже очень ослабели. Их приютил у себя дворник, может быть, живущий в подвале. Там же Томашевские устроили Акматову. Она послала дворника за папиросами, а его тут же на улице убила артиллерийским снарядом. Нет ничего удивительного, что Анна Андреевна прилетела в Москву в растерянном и подавленном состоянии. В самолете ее сопровождала чья-то родственница, которую ее попросили взять с собой в эвакуацию. Меня удивило, что она совершенно не беспокоилась обо мне. Ее приветствовали здесь как олицетворение мужества и твердости. Она остановилась у Самуила Яковлевича Маршака, а потом была уже в Кисловском переулке у сестры Ольги Бергольц. Эти дни, как я уже сказала, все волновались, как ехать, куда, кто повезет. Очевидно, эта тревога дошла до кульминации, когда я к ней пришла. Там собралось много писателей, говорили только об эвакуации. Что будет лучше? В речах мелькали названия городов. Чистополь, Свердловск, Казань, Куйбышев, Ташкент, Алма-Ата. Пастернак был чрезвычайно возбужден. Рассказывал Анне Андреевне, как обучался в ополчении и, шутя, угрожал воображаемому собеседнику, главному редактору издательства искусства. Я и стрелять умею. Дело в том, что Пастернак хотел заключить договор с издательством на пьесу, новую, свободную, но редактор сказал, мы еще не знаем, как вы пишете драмы. Вот если перевод, пожалуйста. Анна Андреевна лежала на диване и обращала к нему слова чеховского Фирса. Человека забыли. Это означало, я хочу ехать в эвакуацию вместе с вами, друзья мои. Обо мне она как-то и не задумывалась. Но Пастернак, уже отойдя от нее, несколько раз тревожно взглядывал на меня и, наконец, подошел и тихо спросил, а вы как едете? Вечером Анна Андреевна сообразила, что я не принадлежу к золотому запасу страны, и поэтому ни в каком эшелоне мне место не предусмотрено. И тут оказалось, что ей ничего не стоило бы заявить в Литфонде, что ей нужна сопровождающая и указать на меня. Она была настолько уверена в успехе, что мы успели условиться. Я должна была прийти к ней очень рано утром, взяв с собой только маленький узелок с самыми необходимыми вещами. Но мне надо было решиться еще расстаться с моими родителями. В такие экстремальные дни это тяжелое испытание. Мне казалось, что им даже будет легче, если меня не будет с ними. Они оставались на попечении моей сестры с ее мужем и детьми. Муж русский человек, родом из Вологды. Повторяю, мы были еще наивны, предполагая, что это родство поможет моей еврейской семье выжить при нацистах. Да и возьмут ли немцы Москву? Папа, повторяю, не верил в их победу. Разумеется, этот вечер был одним из самых тяжелых в моей жизни, но в конце концов решение ехать с Анной Андреевной было принято. Восемь часов утра я звонила в дверь квартиры Берггольц. Мне открыла хозяйка и сказала, что ночью прибежал Пастернак и объявил, что состав уже стоит на платформе и надо немедленно явиться на посадку. И они уехали. Я шла по улицам и плакала. Кругом летали разносимые ветром клочья рваных документов и марксистских политических брошюр. В женских парикмахерских не хватало места для клиенток. Дамы выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут, надо прически делать. Когда я пришла в музей, сотрудники собирались разойтись по воинским частям, читать лекции или дежурить в ПВО. Взглянув на меня, Полина Львовна, наша директорша, сразу убедила, что сегодня я не гожусь ни для какой аудитории. В этот день, 16 октября, многие были в таком же виде. День паники, неожиданных расставаний, трагических прощаний, попросту бегства. В этот день все правительство уехало из Москвы. Папа рассказывал, что Сталин сказал остальным соратникам. Вы как хотите, а я вернусь. Вероятно, такие же сведения дошли и до Суэтина. Он обращался к Харджиеву. Неужели вы не видите, что Сталин гений? Николай Иванович с ним спорил, но в конце концов согласился. Да, гений, но со знаком минус. Художники не признавали, как они думали, брюзжание Харджиева, а он говорил разумные вещи. Он смеялся над камуфляжем, окутавшим все высокие и важные по своему политическому значению здания. У немцев есть давным-давно подробнейшая карта Москвы и любой аспорт, руководствуется ею при налетах на советскую столицу. Тот же Николай Иванович говорил мне, шутя, в эти дни бегства я хочу в Иран, там англичане. Это прелестное иго. Тем не менее, несмотря на свой скептицизм, он в первые же дни предсказывал, что немцы обязательно потерпят поражение. Коалиция всегда побеждает, убежденно говорил он. В ближайшие дни Полина Львовна собрала всех оставшихся в Москве сотрудников. Она произнесла трагическую речь, сообщив, что уходит из Москвы пешком. Советовала и нам последовать ее примеру. Тем, кто не может идти или оставить семью, она дала последнее наставление — сожгите партийные комсомольские билеты, не забудьте уничтожить членские профессиональные книжки. Это уже показалось мне смешным. Неужели немцы имели такое нелепое представление о советской жизни? Ведь здесь каждый служащий механически вступал в профессиональный союз. Впрочем, в деревнях, то есть в колхозах их, вероятно, не было, но были активисты-общественники, члены правления, агрономы и ветеринары, бухгалтеры и снабженцы, связанные с районным центром. На них-то крестьяне, очевидно, с удовольствием доносили. Первым признаком их положения, вероятно, был профсоюзный билет. А в это время в отделе кадров музея спешно жгли и рвали личные документы сотрудников, в том числе и трудовые книжки. Разве можно было скрыть, что мы терпим сокрушительное поражение, что наша армия окружена? Достаточно было открыть правду и посмотреть передовицу, чтобы понять, что происходит на фронтах. Газета взывает к бойцам, чтобы они берегли свое оружие, как зеницу ока. И уже понимаешь, что с фронта бегут. Садишься в трамвай или троллейбус, и пока он тормозит, слышишь, что весь вагон гудит. Как только входишь со своим интеллигентным лицом, все замолкают. По отголоскам затихшего спора угадываешь, что шумят все о том же. Смеет ли боец, бросив оружие, уходить с фронта. А вот и он, герой диспута. Он защищается, нападает на высокое начальство, нет никакой возможности воевать. Постепенно взволнованная аудитория перестает меня стесняться. Одни называют его дезертиром и изменником родины. Другие во всем винят власть, но, конечно, не Сталина. Я потом спрашивала бойцов, вышедших из окружения, как там вели себя командиры. Какие командиры? Там все смешалось. В каждой группе решали все вместе, куда и как идти. Кто лучше сообразил, того и слушались. А как вообще шли в бой, с какими лозунгами, с какими, нормально, за Сталина. У нас в больнице все корпуса были отведены под военный госпиталь. По тревоге ходячих раненых переводили в бомбоубежище. Однажды оттуда выскочил один командир весь ходуном ходит, почти кричит «На фронте в сто раз лучше! Тут сидишь в заперти, не видишь, где противник. Сидишь, сложа руки и ждешь, пристукнет тебя или нет. Хуже, ничего нет». Большинство раненых отказывалось спускаться в бомбоубежище. Лермонтовскую выставку пришлось свернуть. Грозные события давали о себе знать. Я ездила в части ПВО, в железнодорожное депо, словом, всюду, где мобилизованные жили на казарменном положении. С собой я привозила передвижную выставку о 1812 годе, о которой я уже упоминала. Там я читала патриотические лекции и имела от этого удовлетворение. Хуже дело обстояло с большой выставкой. Свернув Лермонтовскую, нам оставалось только участвовать в упаковке экспонатов, возвращать их московским музеем. Кому еще можно было перед их эвакуацией? Другие подготавливая прямо к отправке на восток. В опустевших залах мы устроили другую выставку, злободневную, посвященную войне. К счастью, она была основана на фотографиях, поэтому мы могли ее не сворачивать, даже когда с 23 июля началась бомбежка Москвы. Теперь мы не подымались из подвала по лестницам с тяжелой ноши. Нет, мы прятались там под могучими сводами типичного здания 90-х годов, купеческого, прочного, построенного в ложно-русском стиле. На новой выставке много места занимал материал о прогрессивной зарубежной интеллигенции, которую я терпеть не могла за их восторженной пошлой речи о Советском Союзе. Особенно меня раздражал Ромен Ролан, приезжавший в Москву в 1936 году. Вправде был напечатан его отзыв о закрытой колонии для несовершеннолетних преступников, учрежденной при НКВД. Ролан заявил, что она живое воплощение заветной мечты Жан-Жака Руссо. После таких слов автор когда-то в юности столь любимой мной девятитомной эпопеи Жан-Кристоф, да и меньший по объему очарованная душа, перестал меня интересовать. Я была очень рада, когда нам указали свыше, чтобы мы пореже о нем напоминали, потому что он живет в оккупированной немцами стране и наши похвалы могут ему повредить. С Роланом или без Онова, но мы делали патриотическую выставку, достаточно фальшивую и условную. Здесь я столкнулась еще с одним явлением, которое наблюдала в течение последующих военных и даже послевоенных лет, имея в виду фотохронику ТАСС. Наши подлинно, а не условно героические фоторепортеры делали замечательные снимки на фронтах Великой Отечественной войны. Я могла бы назвать их работы «фронт с человеческим лицом», не потому, что они приукрашивали жестокий лик войны, а потому, что среди снимков попадались портретные характеристики живых людей. Некоторые репортеры подбирали натуру с наблюдательностью истинных художников. Разумеется, это делалось не в полусражении, не во время отступления и поражения, конечно, не в окружении. Во всяком случае, в фотохронике ТАСС, такие зловещие снимки не встречались, но много было изображений бойцов, предоставленных самим себе во время коротких передышек между сражениями или трудными переходами. Никаких выступлений столичных артистов на самодельной сцене, сооруженной перед бойцами, никаких плясок, а человеческие лица. Но сколько я не отбирал оригинальных фотопортретов, начальство никогда их не утверждало. Привычный пустой взор останавливался только на тех фото, которые были похожи на уже примелькавшиеся на страницах газетных полос. До сих пор нам слишком часто приходится их видеть в кино и по телевизору. Несчастные люди в неуклюжих шинелях бегут, как оголтелые, подносят снаряды, кругом бухают выстрелы, взрывается земля, кто-то падает замертво, а вот и другой убит. В последующие годы появлялись на экранах картины, где действовали живые, не слащавые люди. Вспоминаются работы Чухрая «Баллада о солдате» и «Чистое небо», а позднее экранизация хорошей повести Кондратьева «Сашка» в инсценировке самого автора. Но ведь это игровые фильмы, а подлинная повседневная военная хроника не была своевременно показана, значит, не сработала, не выполнила своего назначения. Напрасными остались усилия самоотверженных и бесстрашных фоторепортеров. Часто воздушная тревога настигала нас на улице. Тогда забегаешь в первое попавшееся бомбоубежище. Однажды я учутилась в подвале чужого дома в полной темноте. Мой сосед, невидимый его лица, развлекает меня всякими байками. В деревне у нас одна женщина умерла от смеха. Как это? А вот как? Начала смеяться и не могла остановиться. Ее черт защекотал до смерти. Рассказ перебивают две девушки. Пойдем шпионов ловить, обращается одна к другой. Перед самым нашим декабрьским наступлением я укрылась от налета в хорошем убежище в подвале высокого кирпичного дома. Там разглагольствовал человек типа чуйки. Так в девятнадцатом веке различали всех мещан по названию и по одежде. Он уверял, что немец плавает, а портов у него нет. Причалить некуда, потому он и рвется к Одессе и прочим портам в Черном море. Питается немец одной брюквой, а враг очень сильный. Беседу прервала толковая женщина, больше того, целенаправленная. Она ловко перевела разговор на Рокоссовского. Дело было перед нашим декабрьским наступлением. Она рисует обычный сказочный портрет, он проверяет солдатские харчи, потом сапоги, а затем уже спрашивает по службе. Чуйка не выдерживает. Вы что, влюбились в него? В такое не влюбляются. влюбляются в тонкое, нежное. Она очень подтянута, косынка на голове аккуратно завязана, губы слегка накрашены, все в одежде ловко прилажено. Такие все чаще стали мелькать на улицах. Это казенные бодряки. Служба у них такая. Однажды я шла по каменному мосту, прохожих почти нет. Навстречу идет женщина. Поравнявшись со мной, произносит тихо на ходу, наши Порохов взяли. Или называет какой-нибудь населенный пункт, о котором недалее, как третьего дня Совинформбюро сообщало, что мы его оставили. Но обманывался только тот, кто хотел обманываться. Четыре события одного военного года. Люди, прибывающие на побывку с фронта, поражали своей деловитой подтянутостью. Они никогда не допускали охотничьих рассказов о военных подвигах и на все вопросы однозначно отвечали «Работаем!» А прощались они, говоря по телефону с другими военными, фразой «Будь жив!» Уже в середине лета мы убедились, что овощи в Подмосковье и даже в самой Москве все-таки растут. И голод уменьшился. Я как-то взглянула в окно и увидела, что по дорожке парка прямо по направлению к нашему дому идет какой-то военный. Он прихрамывал и ходил с палочкой. Постепенно я узнала в нем Сергея Борисовича Рудакова. Последний раз виделась с ним в первый день затемнения Ленинграда 1 сентября 1939 года. Сегодня его глаза сияли. Ничего удивительного в этом не было. В лазарете его считали раненым смертельно, кроме того, у него была контузия головы. Это сказалось на его речи. Он путал чередование слогов в слове. Историю его чудесного спасения я не буду повторять, потому что он подробно описал свой путь от сражения на Малой Дубровке до тыловой Москвы в многотомном трактате, напечатанном в трудах Пушкинского дома. И в Москве началось самое счастливое время его жизни, к сожалению, быстро прервавшейся. Я сама была свидетельницей, с какой радостью заключил его в широкие объятия Борис Викторович Томашевский, не ждавший увидеть его живым. Он так и спросил его, вы с того света явились? Это было в палисаднике Института мировой литературы, где собрались перед заседанием Пушкинской комиссии пожилые ученые и эвакуированные из блокадного Ленинграда Томашевский. Это уже было не первое появление Рудакова в литературной среде, в новом облике храброго воина, раненого, и при всем при этом с блестящей наследственной военной выправкой. Он все это время до августа 1943 года парил как на крыльях в прифронтовой Москве. О таком размахе своей деятельности и о таком бесспорном успехе ее он вначале и мечтать не смел. Это видно по первым его письмам к жене из Москвы. Здесь он радуется такому незначительному с нашей точки зрения событию, как посещение Союза писателей. был сегодня на заключительном заседании литературно-критического совещания Союза писателей. Попал туда через Сейфулину. Путь таков. Через звезду, знаю ее племянницу, а она через тетку, собственно, с теткой, предложила пойти послушать дискуссию по моей рецензентской специальности. Его радует пребывание в обществе известных писателей. Видел впервые и частично слышал, продолжает он, Фадеева, Сейфулину, Соболева, Щипачева, Кожевникова, повторно монументально потолстевшего с оторванными пальцами Уткина, Лебедева-Кумача, еще раз Оренбурга, впервые Эфроса, Нусинова, Полненкова в гимнастерке белой, как ты бы хотела мне, Кирсанова, в перерыве любезнейший Иван Никонорович Розанов. А знаешь, как гонец в князе Курбском вдруг едет гонец, раздвигая народ, под шапку держит послание, так раздвигая народ, ко мне ринулся Шкловский громогласия. Сергей Борисович, я написал теоретическую работу, которая не увидит свет, пока мы с вами ее не прочтем и не обсудим. И как ваше продолжение медного всадника? Словом, афишу устную в данном случае он сделать умеет. Толпящиеся заоборачивались. Чувствую себя изумительно. Кончилось молчание. Можно говорить, думать, а думать молча я не умею. После такого начала была целая серия его триумфальных выступлений на ученых собраниях ВТО, в каком-нибудь музее, библиотеке, где собирались пожилые полуголодные профессора. Они стеснялись того, что они не воюют и поэтому с особенной отцовской любовью слушали ораторский напор молодого ученого. Но чем более его радовали успех и признание, тем более к несчастью его томила неудовлетворенность своим социальным положением. Он постоянно возвращался к этим мотивам в своих письмах к Лине Самойловне. А ведь я этих тайных огорчений не знала и видела его только добрым и окрыленным человеком. Только с 80-х годов, когда я получила доступ к полному собранию его писем к жене, я узнала об этом грызущем его черве. По поводу потрясшего его знакомства с рукописями и фотографиями Марины Цветаевой, Рудаков, очень тонко характеризующий ее творчество и фотопортреты, все-таки возвращается к своей постоянной обиде. Это смотрение на нервы подействовало опустошающе. Чего хочу? С кем из людской массы быть надо? Где права? И он продолжает развивать свою заветную мысль. Ощущение, что если бы где-то признали, что я есть я, а не инструктор, не учитель, не студент, не чертежник, то я успокоился бы. Дело в этом именно. Труд не люблю. Готов редактировать чертей собачьих, лишь бы признали, не считали за чиновника. Будучи сама приблизительно в том же положении, я не подозревала, до какой крайней степени это его терзало. Непосредственно отдавалась вместе с ним чувству радости от того, что он остался жив. А я тоже не теряла надежд на будущее. По другим его письмам к Лине, при своей жизни она мне читала только выдержки из них, можно было узнать, как мы проводили время в прифронтовой Москве. Он не раз упоминает, как я его угощала замечательной порцией гуся, полученного по карточкам, как мы вместе продаем на рынке или распиваем выданную ему в военкомате водку. Немножко этим радостям мешал косой взгляд моей сестры. То ей стало жалко, что я кормлю его гусем, то она дала мне взаймы хлеб, но со строгим наказом вернуть обязательно к обеду. Она хозяйствовала от меня отдельно и с трудом кормила своих двух детей. Этот эпизод отразился в моей веселой записи подводку с заверенной подписью Сергея Борисовича. Продолжение следует...